ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Мы опять, пробравшись сквозь толпу гуляющих, перешли авеню Габриэль. Я усадил бабушку на скамейку, а сам пошел за фиакром. Я привык входить в бабушкино сердце, даже для того, чтобы составлять себе представление о людях ничтожных. Теперь же бабушка была для меня недоступна, она превратилась в часть внешнего мира. Я вынужден был держать от нее в тайне, и даже в более строгой, чем от незнакомых прохожих, то, что я думал об ее состоянии, и держать от нее в тайне мою тревогу. Я не мог говорить с ней откровеннее, чем с чужой женщиной. Она только что возвратила мне думы и горести, которые я с измола вверял ей с тем, чтобы она хранила их вечно. Она еще не умерла, и я уже был один. И даже ее намеки на германтов, на мольера, на наши разговоры о ядрышке, были беспочвенны, беспричинны, призрачны, потому что исходили из этого существа, которое, быть может, завтра прекратит свое существование, для которого они утратят всякий смысл, из неспособного их постичь небытия, куда скоро уйдет бабушка. Я вас понимаю, но ведь мы же с вами не уговаривались о свидании. У вас нет номера. Да и потом, сегодня у меня день неприемный. У вас, наверное, есть свой врач. Я не считаю себя в праве лечить его больных, разве уж он позовет меня на консультацию. Это вопрос врачебной этики. В ту минуту, когда я махал рукой извозчику, я увидел знаменитого профессора Э, довольно близкого друга моего отца и деда, во всяком случае и знакомого, жившего на авеню Габриэль. И тут меня вдруг осенило. В надежде, что он даст бабушке чудодейственный совет, я остановил его, как раз когда он выходил из дому. Но он так спешил, что, захватив свои письма, попытался было от меня отделаться. И заговорить мне с ним удалось только, когда мы начали подниматься в лифте, где он, попросив моего разрешения, взял в свои руки управление кнопками. Это была его мания. Но я же вас не прошу принять бабушку. Я вам потом все объясню. Сейчас она в неважном состоянии. Я вас прошу через полчаса, когда она будет дома, приехать к нам. Приехать к вам? Об этом не может быть и речи. Я ужинаю у министра торговли. Перед этим мне нужно навестить больного, а сейчас я должен буду переодеться. В довершении всего у меня разорвался фраг, а в другом нет петлицы для орденов. Пожалуйста, сделайте мне одолжение, не дотрагивайтесь до кнопок, вы не умеете с ними обращаться. Надо во всем соблюдать осторожность. Петлица меня задержит. Короче, из дружеских чувств к вашей семье. Если ваша бабушка сейчас придет, я ее приму. Но предупреждаю, в моем распоряжении ровно четверть часа. Не выходя из лифта, я спустился вниз, вернее, недоверчиво пробежав по мне глазами, меня собственноручно спустил профессор Э и побежал за бабушкой. Мы часто говорим, что никто не знает, когда придет смерть. Но час смерти видится нам где-то далеко и как бы в тумане. Мы не думаем, что он имеет какое-то отношение к уже наступившему дню, и что смерть, или первый ее натиск на нас, может произойти нынче же, во второй половине дня, в благополучии которой мы почти совершенно уверены, в той части дня все часы, которые мы уже распределили. Мы намечаем прогулку, чтобы надышаться на месяц вперед свежим воздухом. Мы колеблемся, какое пальто лучше надеть, какого извозчика нанять. Вот мы и в экипаже. День и весь у нас перед глазами, но только короткие, потому что нам нужно вернуться вовремя. Нас должна навестить наша приятельница. Нам хочется, чтобы и завтра была такая же хорошая погода. И мы далеки от мысли, что смерть, которая движется внутри нас в какой-то иной плоскости, в середине проглядного мрака, выбрала именно этот день, чтобы выйти на сцену, несколько минут спустя, почти в тот миг, когда экипаж подъедет к Елисейским полям. Быть может, те, что всегда с ужасом думают о необычайности смерти, найдут нечто успокоительное в такого рода смерти, в такого рода первом соприкосновении со смертью, предстающей в знакомом привычном будничном облике. Она наступает после вкусного завтрака и приятной прогулки, на которую выезжают люди, хорошо себя чувствующие. Возвращение домой в открытом экипаже связано только еще с первым ее нападением. Как неплоха была бабушка, а все же несколько человек могли бы засвидетельствовать, что в шесть часов, когда мы возвращались с Елисейских полей, они поклонились бабушке, ехавшей в открытом экипаже, и что погода была чудная. Направлявшийся к площади согласия Легранден, заметив нас, с удивленным видом остановился и снял шляпу. Еще не оторвавшись от жизни, я спросил бабушку, ответила ли она ему на поклон, и напомнил ей, что он обидчив. Бабушка, вероятно, подумав, до чего же я легкомыслен, подняла руку, как бы говоря, а зачем, какое это имеет значение. Да, люди могли бы подтвердить, что пока я искал Фиакра, бабушка сидела на скамейке, на авеню Габриэль, а что немного погодя она проехала в открытом экипаже. Но правда ли это? Скамейка, чтобы стоять на авеню, хотя и она подчиняется законам равновесия, в собственной своей энергии не нуждается. Но для того, чтобы живое существо сохраняло устойчивость, даже сидя на скамейке или в экипаже, ему надлежит напрячь силы, которых мы обычно не чувствуем, как не чувствуем от того, что оно действует во всех направлениях, атмосферного давления. Быть может, если бы в нас образовали пустоту, если бы затем мы подверглись давлению воздуха, мы почувствовали бы в миг предшествующей нашей гибели страшную тяжесть, которую ничто бы уже не облегчило. Точно так же, когда в нас разверзаются бездны болезни и смерти, и мы уже не в силах противиться той ярости, с какой на нас обрушивается весь мир и наше тело, тогда выносить даже нажим наших мускулов, даже озноб, пробирающий нас до костей, тогда не менять положение, которое обычно, как нам кажется, не требует от нас ни малейших усилий, можно, если мы хотим не поворачивать головы и не блуждать глазами, лишь ценой затраты жизненной энергии, и за это нужно бороться до изнеможения. И Легранден и другие прохожие смотрели тогда с удивлением от того, что они видели, как бабушка, словно бы сидящая в экипаже, идет ко дну, соскальзывает в пропасть, как она в отчаянии хватается за подушки, на которых на силу держится валящееся ее тело, как растрепались у нее волосы, какой блуждающий у нее взгляд, бессильный издержать напор образов, которые уже не вмещали зрачки. Они видели, что сидит она рядом со мной, но погружена в неведомый мир, откуда на нее обрушились удары, следы которых уже обозначились, когда мы ехали по Елисейским полям, я обратил внимание на ее шляпу, лицо, накидку, всюду лежала печать ее борьбы с незримым ангелом, от которого она отбивалась. Но сейчас я подумал, что его нападение вряд ли так уж удивило бабушку, что, может быть, даже она давно его предвидела, что она жила в ожидании его. Разумеется, она не знала, когда настанет роковой миг. Она находилась в том состоянии неуверенности, в каком пребывает любовник, которого тоже одолевают сомнения, сомнения в верности его возлюбленной, и в душе которого из-за этих сомнений безрассудные надежды сменяются ни на чем не основанными подозрениями. Но опасные болезни, вроде той, что в конце концов ударила бабушку в открытую, редко когда не поселяются в больном задолго до того, как они его убьют, и, подобно общительному соседу или общительному квартиранту, не сведут с ним довольно скоро знакомство. Это знакомство страшное. Не столько потому, что оно причиняет боль, сколько необычайной и новизной строгих ограничений, какие оно вносит в жизнь. В таких случаях человек чувствует, что он умирает не в самый миг, а за несколько месяцев, иногда за несколько лет до смерти, тотчас после того, как она подло угнездится в нем. Больная ощущает присутствие кого-то чужого, расхаживающего у нее в мозгу. Это, конечно, не личное знакомство, но по мерным стукам, доносящимся из его жилища, она составляет себе представление об его привычках. Кто он? Злодей? Но вот как-то утром она прислушивается, а его не слышно. Он ушел. О, если бы навсегда. Вечером он возвращается. С какой целью? Учиняется допрос врачу. Врач, точно боготворимая любовница, клянется, и клятвам его иногда верят, иногда нет. Точнее, врач играет роль не любовницы, а допрашиваемого слуги. Он всего лишь свидетель. Кого человек допрашивает с пристрастием, кого он действительно подозревает в том, что она вот-вот предаст его, так это жизнь. И хотя он чувствует, что она уже не та, все-таки он еще в нее верит, во всяком случае колеблется до того дня, когда она от него уйдет. Я ввел бабушку в лифт, и мы поднялись к профессору Э. Он вышел сейчас же и провел нас в кабинет. И здесь, как он не торопился, спесь с него слетела, столь велика сила привычки, а у него вошло в привычку быть с пациентами любезным, даже заигрывать с ними. Зная, что бабушка много читала, и будучи сам человеком очень начитанным, профессор Э. несколько минут декламировал ей красивые стихи о ясном лете, а лето было тогда как раз солнечное. Он усадил бабушку в кресло, а сам, чтобы ее лучше было видно, стал спиной к свету. Он осмотрел ее очень внимательно, потребовал даже, чтобы я на минутку вышел из кабинета. Когда я вернулся, он все еще осматривал ее, а затем, хотя потратил на осмотр почти четверть часа, прочел бабушке еще что-то на память. Он даже сказал ей несколько острых словечек. Мне признаться было сейчас не до этого, но шутливый его тон окончательно меня успокоил. Тут я вспомнил, что у председателя сената Фольера несколько лет назад был ложный удар, и что через три дня к ужасу соперников он уже приступил к исполнению служебных обязанностей, и по слухам собирался довольно скоро выставить свою кандидатуру в президенты республики. Фольер Арман 1841-1931 годы Французский политический деятель с 1906 по 1913 год президент республики. И еще потому я был так твердо уверен в скорейшем выздоровлении бабушки, что как раз когда я вспомнил о Фольере, от мысленного сравнения случая с ним и случая с бабушкой, меня отвлек хохот доктора, смеявшегося от души над своей же остротой. Наконец доктор вынул часы, убедившись, что прошло не пятнадцать, а двадцать минут, нервно сдвинул брови, попрощался с нами, позвонил и велел сейчас же принести фрак. Бабушка вышла, а я затворил за ней дверь и попросил профессора сказать правду. — Ваша бабушка безнадежна, — ответил он. — Удар вызван уремией. Уремия не всегда смертельна, но печальный конец данного случая мне представляется неизбежным. Вы без слов понимаете, как бы я был рад ошибиться. Ну, а потом у вас же котар — это руки надежные. — Извините, — сказал он при виде горничной с черным фраком, — вы же знаете, что я ужинаю у министра торговли, а до этого мне еще нужно попасть к больному. Хо-хо-хо-хо! Жизнь усеяна не одними розами, как думают ваши годы. И тут он милостиво подал мне руку. Я затворил за собой дверь. Локей проводил бабушку меня в переднюю, и вдруг мы услышали дикие крики. Горничная забыла прорезать петлицу для орденов. На это должно было уйти еще десять минут. Профессор рвал и метал, а я уже на лестнице смотрел на бабушку, положение которой было безнадежно. Все люди очень одиноки. Мы поехали домой. Солнце садилось. Оно пламенело на бесконечной стене, мимо которой нам надо было проехать на нашу улицу, стене, на которой тень от лошади и от экипажа чернела на орденом закатном фоне, как погребальная колесница на помпийской перракоте. Наконец мы приехали. Я усадил больную внизу в вестибюле, а сам поднялся наверх предупредить маму. Я сказал, что бабушка неважно себя чувствует, что у нее закружилась голова. Едва лишь я заговорил с матерью, лицо его выразило безысходное отчаяние, но отчаяние уже смирившееся, и тут я понял, что оно жило в ней много лет, дожидаясь того никому не ведомого последнего дня, когда оно прорвется наружу. Она ни о чем меня не спросила. Казалось, что так же, как злоба любит преувеличивать человеческие страдания, она из нежных чувств к матери старается не думать о том, что мать тяжело больна, а главное о том, что болезнь эта может отразиться на ее умственных способностях. Маму трясло, все лицо ее плакало, но только без слез. Когда же Франсуаза, к которой она побежала, чтобы послать ее за доктором, спросила, кто заболел, она ничего ей не ответила, голос у нее пресекся. Переборов, исказивши ее лицо, судорогу рыданий, она вместе со мной бегом спустилась по лестнице. Бабушка сидела на диване в вестибюле, но, едва заслышав наши шаги, выпрямилась, встала и весело замахала маме рукой. Я закрыл бабушке нижнюю часть лица белым кружевным шарфом, объяснив это тем, что на лестнице не мудрено простудиться. Я боялся, что маме сразу бросится в глаза, как изменилось у бабушки лицо, как перекосился у нее рот. Принятые мной меры оказались ненужными. Мама подошла к бабушке вплотную, поцеловала ей руку так, как поцеловала бы у Бога, взяла ее под локоть и со всяческими предосторожностями довела до лифта. И в этих предосторожностях была не только боязнь сделать неловкое движение и причинить бабушке боль. В них еще проступало смирение женщины, сознающей, что она недостойна прикоснуться к самому для нее драгоценному. Но она ни разу не подняла глаз и не посмотрела больное в лицо. Быть может, чтобы бабушка не огорчилась, что ее вид вызывает у дочери тревогу. Быть может, боясь, что ее душевная боль будет так сильна, что она с ней не справится. Быть может, из уважения к бабушке, если она была убеждена, что обнаружить следы слабоумия на лице, всегда внушавшим ей благоговение, было бы святотатством. Быть может, чтобы сохранить в неприкосновенности подлинный образ матери, светившийся умом и добротой. Так, идя рядом, поднялись они по лестнице, бабушка с полузакрытым лицом, мама, не глядя на нее. А еще одна женщина все это время пыталась сверлящим взглядом проникнуть в то, что скрывалось за изменившимися чертами бабушки, на которые ее родная дочь не смела поднять глаза, взглядом растерянным, нескромным и зловещим. Это была Франсуаза. Бабушку она любила по-настоящему. Ее поразило и даже возмутило спокойствие мамы. Она ожидала, что та, рыдая, бросится в объятия своей матери. Но у нее было свойство во всем видеть дурное. В ней с детства сосуществовали две особенности, которые, казалось бы, должны были исключать одна другую, но которые на самом деле, соединяясь в человеке, одна другую усиливают. Невоспитанность простолюдинки, которая даже и не пытается скрыть тяжелое впечатление, более того, ужас при виде происшедшего в человеке физического изменения, хотя деликатнее было бы не показать вида, и бесчувственная грубость крестьянки, которая начинает с того, что обрывает крылышки стрекозом, а потом свертывает шею цыплятам, и в придачу, без стыдства, в силу которого крестьянка, не стесняясь любопытством, смотрит на то, как страдает плоть. Когда с помощью Франсуазы, проявившей необычайную бережность, бабушку уложили в постель, она почувствовала, что теперь ей стало гораздо легче говорить, по-видимому, от того, что разрыв, а может быть, закупорка сосуда на почве уремии были очень небольшие. И тут она ощутила потребность оказать маме нравственную поддержку в эту самую страшную минуту ее жизни. «Что ж ты, дочка?» сказала бабушка, беря ее за руку, а другой рукой прикрывая рот, чтобы можно было подумать, что она только из-за этого все еще не без труда произносит некоторые слова. «Так-то ты жалеешь, мать! По-твоему, расстройство желудка — это пустяки?» тут впервые мамины горящие глаза взглянули в бабушкины, не глядя на другие черты лица, и она произнесла первые из лживых клятв, которые мы не в силах не дать. «Мама, ты скоро поправишься, твоя дочь тебе ручается». И, вложив всю силу своей любви, всю свою волю, направленную на выздоровление бабушки в поцелуй, которым она их доверила и в котором сосредоточились все ее мысли, все ее существо, вплоть до самого края губ, она смиренно, набожно запечатлела его на бесконечно дорогом ей лбу. Бабушка жаловалась, что на ее левую ногу, которую ей не удавалось приподнять, беспрестанно наплывает нечто вроде аллювия из одеял. Но она не понимала, что сама же она этот аллювий образовывала, а ведь она каждый день несправедливо обвиняла Франсуазу, что та будто бы плохо оправляет ей постель. Судорожным движением она отводила налево пенившийся поток тонких шерстяных одеял, они напластовывались точно песогу в заливе, из этого песка, все временно носимого прибоем, в скором времени, если только не воздвигалось укрепление, разрасталась целая коса. Мы с мамой, хотя догадливая и нетактичная Франсуаза мгновенно давала мне понять, что я лгу, никому не говорили, что бабушка очень больна. Точно этими разговорами мы могли бы обрадовать ее врагов, которых у нее, кстати, сказать и не было. Нам легче было утверждать, что состояние ее удовлетворительно, и чувство это было инстинктивное, вроде того, которое внушило мне, что раз Андре так жалеет Альбертину, значит, любит она ее не горячо. Проявляется это чувство не только у отдельных лиц, но и в эпохе великих потрясений у масс. Во время войны человек, не любящий своей родины, не говорит о ней дурно, но считает ее погибшей, жалеет ее, все рисуется ему в черном свете. Франсуаза была нам незаменимым помощником. Она могла ночи напролет не спать, исполняла самую тяжелую работу. Если ей удавалось прилечь после нескольких бессонных ночей, когда она все время проводила на ногах, а мы через четверть часа после того, как она засыпала, будили ее, она бывала счастлива тем, что может сделать какое-нибудь трудное дело, и боролась за него с таким видом, точно это ей ничего не стоило. В такие минуты лицо у нее бывало совсем несердитое, оно выражало скромное удовлетворение. Только перед началом литургии или первого завтрака Франсуаза, боясь опоздать, исчезла бы, даже если бы в это время бабушка была при смерти. Ее не мог бы заменить молодой лакей, да она этого и не хотела. Она вывезла из Комбре, весьма строгое понятие об обязанностях каждого из слуг по отношению к нам. Нерадивости она бы не потерпела. Из нее выработалась безукоризненная, властная, искусная воспитательница, и благодаря этому даже самые распущенные наши слуги скоро исправлялись, облагораживались. Они уже не прикарманивали сдачу, и, хотя до поступления к нам они привыкли не утруждать себя, выхватывали у меня из рук маленькие сверточки, чтобы избавить меня даже от легкой ноши. Но в Комбре Франсуаза взяла также себе за правило и приехала с ним в Париж не допускать в работе подручных. Всякую попытку прийти ей на помощь она воспринимала как личное оскорбление. Она по целым неделям не здоровалась утром со слугами, даже не прощалась с ними, когда они уходили в отпуск, и они ломали себе голову, пытаясь понять, за что. На самом же деле вина их была только в том, что когда Франсуаза прихворнула, они что-то за нее сделали. И теперь, когда бабушка была так плоха, Франсуаза считала, что только она имеет право за ней ухаживать. Она состояла при бабушке, и в эти многотрудные дни она ни за что на свете не согласилась бы передать эту роль кому-нибудь еще. Молодого лакея она отстранила, и он от нечего делать не только, по примеру Виктора, таскал почтовую бумагу из ящика моего письменного стола. Он еще брал в моей библиотеке сборники стихов. Читал он их добрых полдня и восхищался поэтами, а когда не читал, то пересыпал цитатами из них письма к своим деревенским друзьям. Разумеется, ему хотелось блеснуть перед ними своей начитанностью. Но представление обо всем у него было смутное, и о стихах из моей библиотеки он думал, что они всем известны, что их цитируют все. В письмах к крестьянам, рассчитывая на эффект, он перемежал свои рассуждения стихами Ла Мартина как чем-то общеупотребительным, вроде «поживем-увидим» или даже «здравствуйте». Бабушка так страдала, что ей разрешили морфий. Боль отпустила, но зато в большем количестве выделялся белок. Мы били не по болезни, поселившейся в бабушке, а по ней самой, по ее бедному телу, находившемуся между болезнью и нами. А бабушка только тихо стонала. Боль, которую мы ей причиняли, не возмещалась пользой, потому что пользу мы ей не приносили. Мы стремились искоренить жестокий недуг, а вместо этого слегка его задевали. Мы только раздразнивали его и, быть может, приближали тот час, когда он растерзает свою жертву. В те дни, когда белка бывало особенно много, Котар не без колебаний отменял морфий. У этого человека, безличного серого, в те краткие минуты, когда он раздумывал, когда опасности двух курсов лечения боролись в нем, пока он не отдавал предпочтение тому или иному, появлялось что-то величественное. Так полководец, ничтожество в повседневной жизни, в ту минуту, когда все на волоске, призадумывается, а затем, найдя с точки зрения военный самый правильный выход, командует повернуть на восток. С медицинской точки зрения, хотя надежда на то, что приступ уремии прекратится, была слаба, не следовало давать почкам слишком большую работу. Но если бабушки не давали морфию, боли становились нестерпимыми. Она делала одно и то же движение, при котором ей трудно было удержаться от стона. Чаще всего боль есть особая потребность организма осмыслить новое состояние, которое его беспокоит, привести чувствительность в соответствии с этим состоянием. Уловить такое происхождение боли, когда человеку вдруг становится худо, можно, но такое состояние бывает не у всех. В комнату, пропитанную едким запахом дыма, входят два здоровяка и берутся за дела. Третий, с более тонкой организацией, все время будет проявлять беспокойство. Его ноздри будут тревожно принюхиваться к запаху. Казалось бы, ему незачем стараться втягивать его в себя, но он упорно будет вбирать его, чтобы с каждым разом точнее определить и приспособить к своему раздраженному обонянию. Если нас чем-нибудь отвлечь, мы уже не чувствуем зубной боли. Это явление, конечно, одного порядка. Когда бабушка мучилась, по ее крутому синеватому лбу катился пот, приклеивая к нему седые пряди. И если она думала, что она одна в комнате, то невольно вскрикивала, «Ах, как это ужасно!» А если видела маму, то, пересилив себя, не плакала от боли и стирала следы слез, или, поняв, что мама слышала эти ее вскрики, спешила придать им совсем другой смысл. «Ах, дочка, как ужасно лежать в такой ясный день! Мне так хочется погулять! Я плачу, потому что меня бесят ваши предписания!» Но она не могла удержаться от того, чтобы не стонать взглядом. Она ничего не могла поделать с потом на лбу, со вздрогами всего тела, которое она, впрочем, тотчас превозмогала. Мне не больно. Я охаю, потому что постель скверно постелена, волосы растрепались, тошнит. Я ударилась о стену. А мама, прикованная у изножья кровати к этим мукам, устремив на бабушку такой взгляд, словно хотела, пронзив им ее наморщенный от боли лоб, все ее тело, в котором пряталась боль, в конце концов добраться до нее и вытащить, говорила, «Нет, мамочка, мы тебе поможем, что-нибудь придумаем. Ты потерпи чуточку. Можно тебя поцеловать, но так, чтобы тебе не надо было шевелиться». И, склонившись над кроватью, согнув ноги так, что ее колени почти касались пола, точно мама надеялась, что благодаря такому смирению душевный жар, с каким она приносила себя в жертву, не будет отринут. Она, словно дароносицу, наклоняла к бабушке свое лицо, в котором была сейчас вся ее жизнь. Дароносицу, на которой отчетливо видны были ее украшения, складочки и ямочки, дышавшие такой страстной любовью, скорбью и нежностью, что оставалось непонятным, чем они проведены, резцом поцелуя, рыдания или улыбки. А бабушка тянулась лицом к маме. Она до такой степени изменилась, что, если бы у нее хватило сил выйти из дому, ее, наверное, узнали бы только по перу на шляпе. Черты ее лица, как у человека, которого лепят, были целиком поглощены усилием послужить воятелю натурой для неведомой нам работы. Воятель заканчивал ее, и лицо бабушки уменьшалось и вместе с тем отвердевало. Жилки на нем казались жилками не мрамора, а какого-то более шероховатого камня. Голова у нее была все время приподнята от того, что ей не хватало воздуху, а взгляд от усталости ушел внутрь, ее обесцвеченное, сжавшееся, пугающее своей выразительностью лицо, казалось лицом какого-то первобытного, почти доисторического извояния, загрубелым, истинно желтым, с безнадежным выражением глаз, лицом дикарки, стерегущей могилу. Но труд воятеля был еще не окончен. В скорости надо будет разбить статую, а потом опустить с таким трудом ценой мучительного напряжения охраняемую могилу. В один из таких дней, когда, по народному выражению, не знаешь, какому святому молиться, потому что бабушка кашляла и чихала не переставая, мы решили обратиться к доктору Икс по совету одного нашего родственника, который уверял, что этот специалист мигом поставит бабушку на ноги. Люди светские всегда так говорят о своих врачах, и им верят, как верила Франсуаза газетной рекламе. Специалист явился со своей сумочкой, как мех Эола ветрами, полной насморками всех своих пациентов. Бабушка решительно заявила, что она не хочет, чтобы он ее осматривал. Тогда мы, смущенные тем, что зря побеспокоили практикующего врача, пошли навстречу его желанию освидетельствовать наши носы, хотя с нами все обстояло благополучно. Специалист, однако, утверждал, что не все благополучно, что мигрень или рези в желудке, болезнь сердца или диабет все от носа, но только обычно этого не понимают. Каждому из нас он сказал, вот тут у вас небольшое затвердение, не мешало бы его еще раз посмотреть, не тяните с этим, я сделаю несколько прижиганий, и вы будете избавлены. Наши мысли были, конечно, заняты совсем другим, но мы все же задавали себе вопрос, от чего избавлены. Короче говоря, у всех нас оказались нездоровые носы. Врач ошибался в одном, он уверял, что мы уже больны. А на другой день его осмотр и предупредительная чистка возымели свое действие. У всех нас был катар верхних дыхательных путей. Встретив на улице моего отца, которого бил кашель, он улыбнулся при мысли, что невежды объяснили бы это заболевание его вмешательством. Он осматривал нас, когда мы заболевали. К болезни бабушки иные отнеслись крайне сочувственно, иные холодно, и это удивляло нас не меньше, чем цепь случайностей, которые развертывали перед нами и те и другие в связи с постигшим нас ударом судьбы, равно как и доброе отношение к нам таких людей, от которых мы этого никак не могли ожидать. Знаки внимания, оказываемого людьми, все время приходившими узнавать о здоровье бабушки, указывали на опасность ее положения, которую мы все еще недостаточно отгораживали, отделяли от множества тягостных впечатлений, которые мы получали в ее постели. Мы послали в Кумбре телеграмму ее сестрам, но они не приехали. Они открыли певца, который устраивал для них концерты чудной камерной музыки, которая, по их мнению, в большей мере способствовала самоуглублению и настраивала на скорбно возвышенный лад, чем сиденье у изголовья больной, как бы странно это ни казалось другим. Госпожа Сазра написала маме, но так могла бы написать женщина, с которой нас навек разлучила, причиной разрыва было ее дрейфусарство, неожиданно расстроившаяся свадьба. Зато Бергот приходил ежедневно и по несколько часов просиживал со мной. У него всегда была привычка зачистить туда, где он чувствовал себя, как дома. Но раньше Бергот любил ходить туда, где он мог говорить безумолку и где его не прерывали, а теперь туда, где он мог подолгу молчать и где с ним не заговаривали. Дело в том, что он был очень болен. Одни говорили, что у него альбоминурия, как у бабушки, по другим сведениям злокачественная опухоль. Он слабел, ему трудно было подняться по нашей лестнице, еще труднее спуститься. Он держался за перилой и все же спотыкался. У меня создалось впечатление, что он предпочел бы сидеть дома, если бы не боялся отвыкнуть, разучиться выходить. А ведь я помнил человека с бородкой таким подвижным, но он давно утратил это свойство. Потом он ослеп и порой даже говорил бессвязно. Но если еще недавно его книги были известны небольшому кругу образованных людей, и госпожа Сван содействовала их робким попыткам получить распространение, то именно теперь все вдруг поняли, какое это большое, какое это крупное явление, и они начали пользоваться небывалым успехом у самого широкого читателя. Известно, что некоторые писатели становились знаменитыми только после смерти, но Дарготу посчастливилось при жизни, когда он еще только медленно шествовал к смерти, видеть путешествие его творений к признанию. Умершего писателя известность по крайней мере не утомляет, блеск его имени не проникает за плиту на его могиле, в глухоту его вечного сна не врывается докучный шум славы, но для Даргота этот контраст еще существовал. Жизненных сил у него было ровно столько, сколько нужно для того, чтобы страдать от суеты. Он все еще двигался, но с трудом, а между тем его книги по прыгуньи, подобно любимым дочерям, чья буйная молодость и шумные развлечения подчас утомляют родителей, ежедневно приводили к его постели новых поклонников. Для меня его приходы к нам запоздали на несколько лет, и потому что я к нему до известной степени охладел. И в этом не было противоречия с тем, что его известность росла. Редко бывает так, чтобы в то время, когда произведение одного писателя становится общепонятным и празднует победу, не появилось другого, принадлежащего перу писателя, пока еще не пользующегося известностью, и чтобы читатели с повышенными требованиями не начали создавать новый культ, взамен почти окончательно утвердившегося. Фразы в книгах Бергота, которые я часто перечитывал, были также доступны моему пониманию, как мои собственные мысли, как мебель у меня в комнате или экипаже на улице. В его книгах все было отчетливо видно, если и не так, как до знакомства с его творчеством, то, во всяком случае, так, как он приучил нас видеть. Но вот новый писатель начинает выпускать книги, в которых связь между вещами отличается от той, какую усматривал между ними я, настолько, что я у него почти ничего не понимаю. Он пишет так. «Рукава для поливки с восторгом слушали изящную беседу дорог Это мне понятно, я мысленно бегу по обочинам, отходивших каждые пять минут от Бриана и от Клоделя». Бриан Арестит 1862-1932 годы французский политический деятель, был неоднократно премьер-министром, сторонник заближения с Германией. Клодель Поль 1868-1955 годы французский поэт и драматург символистского направления «Тут уж я ровным счетом ничего не понимаю. Я ждал названия города, а мне сообщает фамилию человека, но я сознаю, что фраза написана неплохо, а что это я недостаточно силен и ловок, чтобы добраться до ее смысла. Я вновь и вновь собираюсь с духом и во весь мах мучусь к тому месту, откуда мне должна открыться новая связь вещей. И каждый раз, добежав приблизительно до половины фразы, я шлепаюсь, как впоследствии в полку во время упражнений с так называемыми гимнастическими снарядами. И все же я восхищаюсь новым писателем, как восхищается неуклюжий мальчик, получивший по гимнастике единицу своим ловким товарищем. Зато я уже не так восхищаюсь Берготом, его прозрачность кажется мне теперь недостатком. Было время, когда все вещи сейчас же узнавались на картинах Фромантена и не узнавались на картинах Ренуара Фромантен Эжен 1820-1876 годы французский художник-ориенталист художественный критик и писатель автор романа Доминик Люди со вкусом говорят нам сегодня, что Ренуар великий живописец 18 века. Но они забывают о времени и о том, что даже в конце 19 века далеко не все отваживались признать Ренуара великим художником. Чтобы получить такое высокое звание, и оригинальный художник, и оригинальный писатель действуют по способу окулистов. Лечение их живописью, их прозой не всегда приятно для пациентов. По окончании курса врач говорит нам «Теперь смотрите». Внезапно мир, сотворенный не однажды, а каждый раз пересоздаваемый новым оригинальным художником, предстает перед нами совершенно иным и вместе с тем предельно ясным. Идущие по улице женщины не похожи на прежних, потому что они ренуаровские женщины, те самые ренуаровские женщины, которых мы когда-то не принимали за женщин. Экипажи тоже ренуаровские, и вода, и небо. Нам хочется побродить по лесу, хотя он похож на тот, что, когда мы увидели его впервые, казался нам чем угодно, только не лесом, а, скажем, ковром. И хотя в тот раз на богатой палитре художника мы не обнаружили именно тех красок, какие являет нашему взору лес. Вот она, новая, только что сотворенная и обреченная на гибель Вселенная. Она просуществует до следующего геологического переворота, который произведут новый оригинальный художник или новый оригинальный писатель. Тот, кто заменил мне Бергота, утомлял меня не бессистемностью, а новизной, приведенных в строгую систему, но непривычных для моего мысленного взора отношений. Я спотыкался на одном и том же месте. Это наводило меня на мысль, что тут с моей стороны требуется какой-то один искусный прием. Впрочем, когда мне раз из тысячи удавалось следовать за писателем до конца фразы, то увиденное мною всегда оказывалось шалостью, старой истиной приманкой, вроде тех, что в былое время я находил у Бергота, но только у нового писателя они были пленительны. Я думал о том, что не так уж давно обновление мира, подобное тому, какого я ожидал от преемника Бергота, совершил для меня Бергот, и я спрашивался, действительно ли, на чем мы всегда настаиваем, существует разница между искусством, которое ни на шаг не продвинулось вперед со времен Гомера, и непрерывно развивающейся наукой. Может быть, наоборот? В этом отношении никакой разницы между искусством и наукой нет. На мой взгляд, каждый новый оригинальный писатель заходит дальше своего предшественника. И кто мне поручится, что двадцать лет спустя, когда мне будет легко идти следом за нынешним новатором, не появится другой, а теперешний, подобно Берготу, отойдет на второй план? Я заговорил о новом писателе с Берготом. Бергот настроил меня против него. Он уверил меня, что этот писатель неровен, легковесен, бессодержателен, а главное, он отвратил меня от него тем, что находил в нем потрясающее сходство с Блоком. После этого разговора образ Блока рисовался передо мной на страницах книг этого писателя, и мне расхотелось ломать над ними голову. Мне кажется, что Бергот дал о нем уничтожающий отзыв не столько из зависти к его неуспеху, сколько потому, что он просто-напросто не знал его. Он почти ничего не читал. Большая часть мысли Бергота перешла из его мозга в книги. Он отощал точно после операции, во время которой из него вынули мысли. Как только он произвел на свет все, о чем думал, инстинкт продолжения рода отмер в нем. Теперь он вел растительный образ жизни, образ жизни выздоравливающего, образ жизни роженицы. Его красивые глаза были неподвижны, чуть затуманены, как у человека, который лежит на берегу моря и следит за мелкой рябью. И все же я не испытывал угрызений совести от того, что мне теперь не так интересно было говорить с ним, как раньше. Он был до такой степени рабом своих привычек, что, когда они у него появлялись, и простые, и барские, он некоторое время не мог от них избавиться. Не знаю, что заставило его прийти к нам в первый раз, но потом уж он приходил каждый день по привычке. Он приходил в частный дом, как в кафе, чтобы с ним никто не говорил, а чтобы и то крайне редко говорил он. Мы же, если бы нам хотелось объяснить себе ежедневные его приходы, могли думать, что так он выражает сочувствие нашему горею, лишь что его тянет ко мне. Моей матери был отраден любой знак внимания к больной, и приходы Бергота трогали ее. Она каждый день не напоминала «Не дарить его». Мы получили скромное внимание женщины. Это нечто вроде завтрака, которым нас угощает в перерыве между сеансами подруга-художника, в виде бесплатного приложения к визитам мужа визит госпожи Котар. Она предложила отдать в наше распоряжение, если нам требуются мужские услуги свою камеристку. Заявила, что сама засучив рукава, готова приняться за дело, а когда мы сказали, что ни в чем не нуждаемся, она выразила надежду, что, по крайней мере, это с нашей стороны не из ворот. На языке ее круга это слово означало пустую отговорку, которые прибегают, когда хотят отказаться от какого-нибудь предложения. Она уверяла нас, что профессор, который обычно не говорит с ней о своих больных, так горюет, как будто заболела она. Из дальнейшего будет видно, что даже если она говорила правду, то это и очень мало, и очень много со стороны самого неверного и самого признательного из мужей. не менее ценные, но только бесконечно более задушевные предложения, они представляли собой сочетание глубочайшего ума на и высшей сердечности и на редкость удачно найденных выражений, были мне сделаны наследным принцем Люксембургским. Я познакомился с ним в Бальбеке, куда он, еще будучи графом фон Нассау, приезжал к своей тетке, принцессе Люксембургской. Несколько месяцев спустя он женился на очаровательной дочери другой принцессы Люксембургской, сказочно богатой, так как она была единственной дочерью принца, у которого было огромное мукомольное дело. После этого великий князь Люксембургский, у которого детей не было и который обожал своего племянника Нассау, получив одобрение палаты депутатов, объявил его наследным принцем. Как во всех таких браках, происхождение состояния служит и препятствием, и решающим фактором. Я еще в Бальбеке был аграфе фон Нассау, того мнения, что это один из самых замечательных молодых людей, каких мне доводилось встречать, а его уже тогда полонила мрачно бьющая в глаза любовь к невесте. Я был очень тронут его письмами, которые он присылал мне одно за другим во время болезни бабушки, и даже мама, умилившись, с грустью повторила любимое выражение своей матери. Сама Севинье лучше бы не написала. На шестой день мама, уступив настойчивым просьбам бабушки, пошла будто бы отдохнуть. Мне хотелось, чтобы бабушка спокойно уснула, и я попросил Франсуазу побыть около нее. Франсуаза, невзирая на мои мольбы, все-таки ушла. Она любила бабушку. Ее прозорливость, ее пессимизм говорили, что бабушка не выживет, и она старалась как можно лучше ухаживать за ней. Но ей сказали, что пришел электротехник, давно работавший в одной и той же мастерской зять хозяина, пользовавшийся уважением в нашем доме, где прибегали к его услугам много лет, особенно у Жупьена. Мы посылали за ним еще до болезни бабушки. Я считал, что на сей раз можно отослать его обратно или попросить подождать. Но дипломатия Франсуаза этого не допускала. Так поступить с почтенным человеком невежливо, а с бабушкой можно в данном случае и не считаться. Через четверть часа я вне себя пошел за ней в кухню, и так как входная дверь была отворена, то я увидел, что Франсуаза сидит на площадке черной лестницы и разговаривает с электротехником. А стояние на лестнице, хотя там был отчаянный сквозняк, давало Франсуазе то преимущество, что если бы кто-нибудь из нас вошел в кухню, она могла бы сделать вид, что вышла на лестницу только чтобы проститься. Наконец электротехник начал спускаться по лестнице, а Франсуаза, вспомнив, что забыла сказать, чтобы он поклонился от нее жене и Шурину, все это еще прокричало ему вдогонку. француза. распространяла и на внешнюю политику. Глупцы воображают, будто глубже заглянуть в человеческую душу дают возможность крупные события общественной жизни. Как раз наоборот, осмыслить эти события можно только изнутри человеческой личности. Франсуаза твердила камбрейскому садовнику, что война — самая бессмысленная из всех преступлений, и что наивысшая ценность — это жизнь. А когда началась русско-японская война, Франсуаза высказала мнение, что мы неловко поступили по отношению к царю, не придя на помощь бедненьким русским, ведь мы же с ними в союзе, напоминала она. С ее точки зрения мы отплатили неблагодарностью Николаю Второму, который всегда так хорошо об нас говорил. Тут действовал все тот же кодекс ее морали, в силу которого она по просьбе Жупьена непримерно поднесла бы ему рюмочку, хотя знала, что это ему вредно для желудка, и согласно которому она считала, что с ее стороны было бы так же бессовестно, как бессовестно со стороны Франции держать нейтралитет по отношению к Японии, не оставить умирающую бабушку и не пойти самой извиниться перед почтенным электротехником, которого понапрасну оторвали от дела. Мы, к счастью для нас, очень скоро избавились от прихода в дочери Франсуазы. Она уехала месяца на полтора. К обычным советам, которые давались в Комбре, семье больного, хорошо бы предпринять недолгое путешествие, переменить климат, улучшить аппетит и так далее, она прибавляла, пожалуй, единственное предложение, предложение, до которого она дошла своим умом, и которое поэтому повторяла при каждой встрече с нами, как бы стремясь вдолбить его нам в головы. Ей надо было с самого начала лечиться радикально. Она не отдавала предпочтения какому-нибудь одному курсу лечения перед другими. Ей было важно только, чтобы это лечение было радикальным. А Франсуаза, та видела, что бабушке дают мало лекарств. Так как она считала, что лекарства только портят желудок, то это ее радовало. Но она была обижена за бабушку. На юге жили ее родственники, довольно богатые. Их дочь, совсем еще молоденькая, заболела и 23 лет умерла. Отец с матерью за те несколько лет, что она проболела, разорились на лекарства, на докторов, на скитания по курортам. Франсуазе все это казалось лишней роскошью, как будто ее родственники покупали беговых лошадей или приобрели замок. А родственники гордились тем, что они столько истратили. У них ничего не осталось. Не осталось самого дорогого дочери. Но они говорили всем и каждому, что израсходовали на ее лечение столько же и даже больше, чем израсходовали бы первейшие богачи. Особенно льстило их самолюбию, что несчастную девушку в течение нескольких месяцев по нескольку раз в день лечили ультрафиолетовыми лучами. Отец, упоенный своей горькой славой, доходил иной раз до того, что хвастался суммой, в какую ему обошлось лечение дочери, как хвастается иной мужчина тем, что его разорила оперная дива. Франсуаза была неравнодушна к такому пышному реквизиту. Реквизит, которым во время болезни бабушки пользовались мы, казался ей слишком бедным, годным для того, чтобы обставить болезнь на маленькой провинциальной сцене. Внезапно уремия бросилась бабушке на глаза. Несколько дней она ничего не видела. Но глаза у нее были не как у слепой, они не изменились. И я догадался, что она ничего не видит, лишь по необычности некоего подобия улыбки, появлявшейся у нее, когда отворялась дверь, и не исчезавшей, пока с ней не здоровались за руку. Улыбки, которая возникала слишком рано и стереотипно замирала на губах, но всегда смотрела прямо перед собой и старалась быть видной отовсюду, потому что она уже не получала помощи от взгляда, который управлял бы ею, отсчитывал бы ей время, указывал бы направление, надзирал бы за ней, изменял бы ее в зависимости от перемены места выражения лица того, кто входил. Потому что, оставшись одна, без улыбки глаз, которая хоть немного отвлекала бы от нее внимание посетителя, она приобретала из-за своей неловкости необычайную многозначительность, она создавала впечатление преувеличенной любезности. Затем зрение полностью восстановилось, кочующая болезнь с глаз перекинулась на уши. Несколько дней бабушка ничего не слышала. Боясь, что ее застигнет врасплох чей-нибудь нежданный приход, что она не услышит, как кто-то войдет к ней в комнату, она поминутно резким движением поворачивала голову к двери. Но шеей она двигала неумело, ведь за несколько дней нелегко приноровиться к такой перестройке, нелегко научиться, если уж не видеть звуки, то, по крайней мере, слушать глазами. Потом боли утихли, но зато речь стала еще затрудненнее. Волей-неволей приходилось беспрестанно переспрашивать бабушку. Почувствовав, что ее не понимают, бабушка совсем умолкла и лежала пластом. Когда она замечала меня, то это у нее вызывало вздрог, как у человека, у которого внезапно перехватывает дыхание. Она пыталась заговорить со мной, но разобрать невнятно ее слова было невозможно. Сломленная своей беспомощностью, она роняла голову на подушку и вытягивалась. Мраморное ее лицо принимало строгое выражение, руки лежали на кровати или были заняты чем-нибудь сугубо прозаическим, например, одна рука вытирала пальцы на другой. Думать бабушке не хотелось. Потом вдруг апатия сменилась у нее состоянием непрерывного возбуждения, она то и дело порывалась встать, ее по возможности удерживали, боясь, как бы она не догадалась, что лежит в параличе. Как-то ее оставили на короткое время одну, а когда я к ней вошел, то увидел, что она в ночной рубашке, стоя, пытается распахнуть окно. В Бальбеке однажды насильно спасли пытавшуюся утопиться вдову. И бабушка тогда сказала мне, быть может, под влиянием одного из тех предчувствий, какие мы иной раз вычитываем в таинственной, в такой, казалось бы, темной книге нашей органической жизни, в которой должно быть все-таки просвечивает будущее. Что самая большая жестокость — это вырвать дошедшую до полного отчаяния женщину из рук желанной смерти и снова обречь ее на страдания. Мы едва успели удержать бабушку. В борьбе с мамой она применяла почти грубую силу. Наконец с ней справились, принудили ее сесть в кресло. И после этого она перестала к чему-нибудь стремиться, о чем-нибудь жалеть. На ее лице вновь появилось безучастное выражение, и она начала старательно снимать с ночной рубашки шерстинки от мехового пальто, которое мы на нее накинули. Ее взгляд стал совсем другим, тревожным, молящим, растерянным. Это был не прежний ее взгляд, это был тоскливый взгляд выжившей из ума старухи. Франсуа задолго приставала к бабушке, не желает ли она, чтобы ее причесали. И, наконец, уверила себя, что бабушке этого хочется. Она принесла щетки, гребенки, одеколон, пеньюар. — Это вас не утомит, госпожа Амеде, если я вас причешу, — говорила она. — Как бы ни был слаб человек, а причесным-то он всегда может быть. То есть человек никогда не бывает до того слаб, чтобы кто-нибудь другой не мог его причесать. Но, войдя в комнату, я увидел в беспощадных руках Франсуазы, радовавшейся так, как будто она исцеляла бабушку, под рассыпавшимися старыми космами, не выдерживавшими прикосновения гребенки, голову бессильную сохранить положение, какое пыталась передать ей Франсуаза, и мотавшуюся из стороны в сторону, как бы под напором неутихавшего ветра, меж тем, как на лице у бабушки появлялось то изнеможенное, то страдальческое выражение. Я почувствовал, что дело Франсуазы близится к концу, и не сказал ей довольна, из боязни, что она все равно меня не послушается. Но я бросился к простодушно жестокой Франсуазе, когда, чтобы бабушка посмотрела, хорошо ли она причесана, та собиралась поднести к ее лицу зеркало. Сперва я был рад, что мне удалось выхватить его из рук Франсуазы, до того, как бабушка, а ведь мы нарочно убирали от нее все зеркала, увидела бы свой образ, который она себе не представляла. Но, увы, мгновение спустя я склонился над ней, чтобы поцеловать ее прекрасный и такой усталый лоб, а она посмотрела на меня изумленно, недоверчиво, возмущенно. Она меня не узнала. По мнению нашего врача, это был симптом того, что прилив крови к мозгу усиливается. Надо было оттянуть кровь. Котар колебался. Франсуаза надеялась, что бабушке поставят очистительные банки. Она искала описание их действия в моем словаре, но не нашла. Дело в том, что она хоть и говорила очистительные, но писала и, следовательно, думала, что так должно быть написано и в словаре, прочистительные. Котар, обманув ее ожидания, предпочел пиявки, хотя особых надежд на них не возлагал. Когда несколько часов спустя я вошел к бабушке, присосавшиеся к ее затылку, вискам, ушам черной змейки, извивались в окровавленных ее волосах, словно волосах медузы. Но на бледном и умиротворенном ее лице, совершенно неподвижном, я увидел широко открытые, ясные и спокойные, по-прежнему прекрасные глаза. Может быть, даже еще более умные, чем до болезни, потому что она не могла говорить и не должна была шевелиться, и доверила свою мысль глазам, а мысль способна возрождаться благодаря тому, что у нас отсосали несколько капелек крови. Глаза кроткие, точно маслянистые, на которых огонь топившегося камина освещал перед больной вновь завоеванную ею вселенную. Ее спокойствие было уже не мудростью отчаяния, но мудростью упования. Она понимала, что ей лучше, сознавала, что надо быть благоразумной, и потому лежала тихо. Она только одарила меня чудной улыбкой в знак того, что чувствует себя лучше, и слегка пожала мне руку. Я знал, какую угодливость вызывал у бабушки один вид некоторых животных, а тем паче их прикосновения. Я знал, что она терпит пиявки только в надежде, что ей потом станет физически легче. Вот почему меня раздражала Франсуаза, говорившая бабушке со смешком, точно ребенку, которого хотят вовлечь в игру. Ах, какие славные зверюшки ползают по нашей барыне! Притом разговаривать с больной, словно она впала в детство, было просто невежливо. Но бабушка, лицо которой выражалось спокойное мужество, стойко, по-видимому, даже не слышала ее. Увы, как только с бабушки сняли пиявки, прилив крови усилился. Мне казалось странным, что бабушке стало хуже, а Франсуаза все время куда-то исчезает. Дело было в том, что она заказала себе траурное платье, и ей не хотелось задерживать портниху. У большинства женщин все, даже самая глубокая скорбь, упирается в примерку. Через несколько дней мама ночью разбудила меня. Извиняющимся тоном, каким в важных случаях жизни говорят убитые горем люди, боясь хоть чем-нибудь повеспокоить других, она сказала, «Прости, что я тебя разбудила». «А я и не спал», — проснувшись, — ответил я. «Я говорил правду. Резкая перемена, какую совершает в нас пробуждение, состоит в том, что она не столько переносит нас в светлое поле сознания, сколько уничтожает воспоминания о более мягком свете, в котором, словно в опаловой глубине вод, покоился наш разум. Смутные мысли, на которых мы только что плыли, производили внутри нас движение достаточно ощутимое для того, чтобы мы могли обозначить их словом «бодрствование», но пробуждение наталкивается на сопротивление памяти. Немного погодя, мы называем эти мысли сном, потому что мы их уже не помним. Пока сияет яркая звезда, которая, когда спавший просыпается, отбрасывает свет назад на весь его сон, спавший несколько секунд пребывает в уверенности, что то был не сон обдения. Откровенно говоря, эта звезда падучая, которая только после того, как вместе с ее светом исчезнут и призрачная жизнь, и все сновидения, позволит проснувшемуся сказать себе «я спал». Таким ласковым голосом, как будто она боялась сделать мне больно, мама спросила, не трудно ли мне встать, а затем, гладя мне руки, проговорила «мальчик мой дорогой, теперь у тебя есть только папа и мама». Мы с ней входим в бабушкину комнату, и загнувшись дугой на кровати, какое-то иное существо, а не бабушка. Какое-то животное, украсившееся ее волосами и улегшееся на ее место, тяжело дышит, стонет, своими судорогами разметывает одеяло и простыню. Веки у него опущены, но из-под них проглядывают, и не потому, чтобы они приоткрывались, а скорее потому, что были неплотно сомкнуты уголки зрачков, Затуманенные, гноящиеся, отражающие мрак бредовых видений и боль где-то внутри. Ее возбуждение не имеет никакого отношения к нам, нас оно не видит, не узнает. Но если на кровати корчится животное, то где же бабушка? А нос у нее все такой же, только теперь он никак не связан с другими чертами лица. А родинка на нем осталась. И такая же у бабушки рука, срывающая одеяло движением, которая раньше значила бы, что одеяло ей мешает, а теперь уже ничего не значит. Чтобы смочить бабушке лоб, мама попросила меня принести водички и уксусу. Заметив, что бабушка силится откинуть с лба волосы, мама решила, что только этим можно освежить ей лоб. Но тут в приотворившуюся дверь меня поманили рукой. О том, что бабушка при смерти сразу узнал весь дом. Один из тех, кого в исключительных случаях приглашают на подмогу, сбивающийся с ног прислуги, и этим придают умиранию нечто праздничное, отворил дверь герцогу германскому. Тот не пошел дальше передней и вызвал меня. Отделаться от него я не мог. Я пришел, драгоценный мой, узнать о печальных событиях. Мне бы хотелось в знак сочувствия пожать руку вашему батюшке. Извинившись, я сказал, что сейчас нельзя отзывать отца. Приход герцога германского был так же несвоевременен, как приход гостя перед самым отъездом хозяев. Но герцог был полон сознанием того, как важно, что он оказывает нам честь. Все прочее сейчас для него не существовало. Единственным его желанием было во что бы то ни стало войти в гостиную. Вообще, вознамерившись почтить кого-либо своим вниманием, он строго соблюдал формальности, а что чемоданы уложены или что гроб готов, это его не касалось. Вы не приглашали Дьеллофуа? Напрасно. Если бы вы ко мне обратились, он пришел бы ради меня. Он мне ни в чем не отказывает. А вот герцогине Шартерской отказал. Дьеллофуа, по-видимому, Жорж Дьеллофуа, 1839-1911 годы, известный в свое время врач-терапевт. «Вы видите, я не боюсь поставить себя выше принцессы крови. Впрочем, перед лицом смерти мы все равны», — добавил он, «но не для того, чтобы убедить меня, что бабушка становится равна ему, а, быть может, почувствовав, что продолжать разговор о своем влиянии на Дьеллофуа и о своем превосходстве перед герцогиней Шартерской было бы не вполне уместно». То, что он упомянул Дьеллофуа, меня не удивило. Я знал, что у германтов о Дьеллофуа всегда говорили, может быть, только чуть-чуть почтительнее, как будто это один из их не имеющих себе равных поставщиков. Старая герцогиня де Мортмар, урожденная Германт, непонятно, почему, когда речь заходит о герцогинях, почти всегда говорят или старая герцогиня такая-то, или, если она молода, с милой улыбкой, как на картинах «Ватто», маленькая герцогиня такая-то. В случае тяжелого заболевания почти машинально твердила, причурившись Дьеллофуа, Дьеллофуа, так же, как она твердила бы, если понадобилось заказать мороженое, «Пуаре бланш», или, если потребовалось бы печенье, «Ребате, Ребате». Но мне было неизвестно, что отец как раз только что послал за Дьеллофуа. В это время мама, с нетерпением ждавшая баллонов с кислородом, которые должны были облегчить бабушке дыхание, сама вышла в переднюю, не подозревая, что там герцог германский. Мне хотелось куда-нибудь его спрятать. Но убежденный в том, что сейчас это самое главное, что для мамы это должно быть в высшей степени лестно, и что это совершенно необходимо для поддержания его репутации, репутации человека высшего общества, он подхватил меня под руку и, невзирая на мой протестующий против этого насилия лепет, герцог, 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 потащил меня к маме. «Сделайте мне, пожалуйста, великое одолжение, познакомьте меня с вашей матушкой», сказал он, слегка сбившись с тона на слове «матушка». Герцог был преисполнен уверенностью, что это он оказывает ей одолжение, и потому не мог не улыбнуться, что не мешало ему сохранять приличествующее случаю выражение. Мне ничего иного не оставалось, как представить герцога. И тут начались курбеты, антроша. Герцог намеревался проделать все, чего требовал церемониал поклона. Он даже собирался начать разговор, но моя мать, вся ушедшая в свое горе, велела мне скорее возвращаться, а герцогу даже не ответила. Герцог же надеялся, что его пригласят, но, оставшись вперед не один, он в конце концов ушел бы. «Не войди в эту минуту Сен-Лу, который утром приехал в Париж и поспешил узнать, как в здоровье бабушки». О, она великолепно себя чувствует, весело воскликнул герцог, и, не обращая внимания на мою мать, которая опять вышла в переднюю, с такой силой потянул племянника за пуговицу, что чуть не оторвал ее. Приняв во внимание то, как относился ко мне Сен-Лу последнее время, я полагаю, что, несмотря на всю искренность его сочувствия моему горю, он не был особенно огорчен тем, что мы с ним не увиделись. Он ушел, увлекаемый своим дядей, а тому надо было сказать своему племяннику что-то очень важное, и сейчас он не мог скрыть свой восторг по поводу того, что, значит, ему незачем тащиться в Дон-Сьерр. «Если б меня уверяли, что стоит мне перейти двор, и я тебя здесь найду, я бы подумал, что надо мной шутки шутят. Как сказал бы твой приятель Блок, эта сцена из фарса?» Обняв Робера за плечо и идя с ним рядом, он продолжал. «Ну, ничего. Сейчас я, должно быть, дотронулся до веревки повешенного или что-то в этом роде. А все-таки мне здорово повезло». Герцог Германский не был дурно воспитан, напротив, но он принадлежал к числу тех, кто не входит в положение других. К числу людей, похожих в этом на докторов и на служащих в похоронном бюро, которые придают своим лицам соответствующее выражение, произносят, как это ужасно, даже иногда обнимают вас и успокаивают, а потом уже последние минуты и похороны, это для них довольно малолюдное светское сборище, в их чертах проступает жизнерадостность, и они ищут взглядом знакомого, с которым можно потолковать о делишках, которого можно попросить с кем-нибудь познакомить, или которому можно предложить подвезти его домой в своем экипаже. Герцог Германский, обрадованный тем, что попутный ветер погнал его к племяннику, был вместе с тем удивлен приемом, который он встретил у моей матери, приемом, однако, вполне естественным, и он потом говорил, что насколько мой отец обходителен, настолько она неприятна, что на нее по временам находят, и тогда она, вероятно, даже не слышит, о чем ей толкуют, что она была не в себе и, может быть, даже не в полном рассудке. Впрочем, я слышал, что герцог склонен был приписать это печальному событию, которым она, очевидно, была очень огорчена, но в ногах у него долго еще оставался зуд от расшаркивания и поклонов, которые он вынужден был прервать, и он столь неясно представлял себе, как тяжело переживает мама болезнь бабушки, что накануне похорон спросил меня, пытался ли я ее развлечь. Один монах, родственник бабушки, с которым я был незнаком, телеграфировал в Австрию, где находился глава его ордена, и, в виде особой милости получив разрешение, пришел к нам в тот же день, что и герцог. С убитым видом он молился у постели больной вслух и мысленно, в то же время сверля бабушку буравчиками своих глаз. Когда бабушка лежала без сознания, я вдруг взглянул на него, и мне стало его жаль, до того он был удручен. По всей вероятности, мое сочувствие удивило его, и тут произошло нечто странное. Он закрыл лицо руками, как человек, погруженный в мрачное раздумье, но, поняв, что сейчас я оторву от него глаза, он оставил между пальцами щелочку. И еще я заметил, отводя от него взгляд, что его острые глаза воспользовались прикрытием рук, чтобы проверить, искренне ли мое сострадание. Он затаился там, точно в полумраке исповедальни. Догадавшись, что мне его видно, он опустил решетку. Потом мы с ним встречались, но никто из нас ни разу не заговорил об этом мгновении. По нашему с ним молчаливому уговору я как будто бы не заметил тогда, что он за мной подглядывал. У священников, как и у врачей по душевным болезням, есть что-то от судебного следователя. А, впрочем, у кого из нас нет друга, пусть даже самого близкого, в чем прошлом, которое вместе с тем является и нашим прошлым, не найдется таких минут, о которых нам приятнее было бы думать, что он их не помнит. Врач впрыснул бабушке морфий, и чтобы ей легче дышалось, потребовал баллонов с кислородом. Мать, доктор и сестра держали их в руках, и как только один баллон кончался, им подавали другой. Я на минутку вышел из комнаты. Вернувшись, я подумал, что совершается чудо. Под приглушенный аккомпанемент непрерывного журчания бабушка словно пела нам длинную радостную песню, и эта песня, быстрая и мелодичная, наполняла всю комнату. Я сразу понял, что это у бабушки также бессознательно, совершенно непроизвольно, как и недавнее хрипение. Быть может, песня слабо отражала известное облегчение, наступившее после укола морфия. Но в наибольшей степени она являлась следствием того, что, так как воздух попадал в бронхи не совсем обычным способом, изменился регистр ее дыхания. Очищенное, благодаря действию кислорода и морфия, дыхание бабушки не уставало, не ныло. Стремительным, легким конькобежцем скользило оно навстречу упоительному флюиду. Быть может, с ее дыханием, не слышным, как дуновения ветра в свирели, сливалось что-то, напоминавшее вздохи человека, выпущенное на волю перед его смертью, создающее впечатление, что человек мучается или блаженствует, хотя на самом-то деле он уже ничего не чувствует, и не меняя ритма, придающие особую благозвучность длинной музыкальной фразе, а фраза поднимается, вздымается все выше, не завергается, затем вновь вырывается из облегченной груди и бросается в погоню за кислородом. Но взлетев так высоко и прозвучав с такой длительной мощью, песня, сливающаяся с молящим в самой своей томности журчаньем, по временам словно затихает, точь-в-точь иссякающий ключ. Когда Франсуаза о чем-нибудь очень горевала, у нее появлялась совершенно ненужная потребность выразить свои чувства, но выражала она их крайне неумело. Она решила, что бабушка нипочем не выживет, и ей страх, как хотелось, излить нам душу. Но она все твердила, я-то всего этого какая-то не такая, и тон у нее ничем не отличался от того, каким она говорила, когда наедалась супу с капустой, у меня в животе какая-то тяжесть, и в обоих случаях это звучало естественнее, чем она думала. Чувства свои она выражала плохо, но тем не менее горе ее было очень велико, и оно еще усиливалось от досады, что ее дочка задерживается в комбре. Молодая парижанка говорила теперь не комбре, а презрительно комбренка, и чувствовала, что превращается там в бабенку, и вернее, всего не попадет на похороны, а между тем Франсуаза представляла их себе чем-то необычайно торжественным. Зная нашу замкнутость, она на всякий случай попросила Жупьена, чтобы он на этой неделе приходил к ней каждый вечер. Она знала, что в тот час, когда могут состояться похороны, он будет занят. Ей хотелось, когда он придет вечером, по крайней мере, все уж ему рассказать. Мой отец, дедушка и один из наших родственников не выходили из дому уже несколько дней и дежурили ночи напролет. Длительная их самоотверженность в конце концов приняла обличье равнодушия, и от нескончаемого бездельничания вокруг умирания они в конце концов начали вести разговоры, какие всегда ведутся в вагонах дальнего следования. Родственник, племянник моей двоюродной бабушки, всюду пользовался заслуженным уважением и только мне одному не нравился. В трудных обстоятельствах его всегда отыскивали. Он не отходил от умирающего, и родные, почему-то уверив в себя, что он слабо в здоровье, хотя на вид он был крепыш, говорил баритональным басом и носил окладистую бороду, при помощи обычных иносказаний упрашивали его не присутствовать на похоронах. Я знал заранее, что мама, думавшая о других, даже когда у нее сердце разрывалось на части, скажет ему в совсем иной форме то, что говорили ему всякий раз. Обещайте мне, что завтра вы не придете. Ради нее. Во всяком случае, не ходите туда. Она же вас просила не приходить. На него ничто не действовало. Он всегда приходил в тот дом первым, за что в других семьях получил прозвище, которое нам было неизвестно, ни цветов, ни венков. Перед тем, как пойти на все, он всегда думал обо всем и благодарили его за это небанально. Таким людям, как вы, спасибо не говорят. «Что?» громко спросил дедушка. Он стал туговат на ухо и не расслышал, что сказал родственник моему отцу. «Ничего особенного», ответил родственник. «Утром я получил письмо из Комбре. Погода там ужасная, а здесь солнце греет вовсю». Однако барометр упал, заметил отец. «Где вы сказали плохая погода?» переспросил дедушка. «В Комбре». «Меня это не удивляет, когда здесь плохая погода в Комбре хорошая и наоборот. Ах, боже мой, вы заговорили о Комбре, а ли Грандену то написали?» «Да, не беспокойтесь». «Он извещен», ответил родственник, смуглые заросшие бородой щеки, которого неприметно раздвигала улыбка от удовлетворения, что он и об этом подумал. Вдруг отец выбежал из комнаты. Я подумал, уж не случилось ли чего-нибудь очень хорошего или очень плохого. Однако всего-навсего приехал доктор Ди-Ла-Фуа. Отец встретил его в соседней комнате, точно актера, который сейчас появится на сцене. Ди-Ла-Фуа приглашали не для лечения, а для удостоверения, как приглашают нотариуса. Доктор Ди-Ла-Фуа, наверное, был замечательным врачом, великолепным лектором. Кроме этих сложных ролей, которые он исполнял блестяще, он играл еще одну, и в ней на протяжении сорока лет не знал себе равных. Эта роль, не менее своеобразная, чем роль резонера, скромуша или благородного отца, состояла в том, что он являлся удостоверить агонию или смерть. Роль резонера, скромуша или благородного отца Пруст перечисляет традиционные маски итальянской народной комедии Дель-Арте. Эти маски прижились и на французской сцене, где часто выступали итальянские труппы. Так Краснобай и Хвастунс Скоромуш стал называться так по имени итальянского актера Тиберио Фиорелли 1608-1696 годы, чья сценическая кличка была Скоромуччо. Его имя ручалось за то, что он в этом амплуа в грязь лицом не ударит. И когда служанка докладывала господин Дзьеллофуа, вам казалось, что вы смотрите пьесу Мольера. Величественности осанки соответствовала неуловимая гибкость его пленительно стройного стана. В связи с горестным событием красота черт его лица стушевывалась. Профессор вошел безукоризненно сидевшим на нем черном сюртуке, в меру грустный, не выразил соболезнования, потому что оно могло быть воспринято как фальшь, и вообще не допустил большей бестактности. У смертного Адра настоящий вельможий показал себя он, а не герцог германский. Он осмотрел бабушку, не утомив ее и проявив наивысшую корректность по отношению к лечащему врачу, а затем прошептал несколько слов моему отцу и почтительно поклонился матери. Я почувствовал, что отец чуть-чуть не сказал ей профессор Дзьеллофуа. Но профессор, боясь проявить назойливость, уже отвернулся от нее и великолепно разыграл уход, предварительно самым естественным видом получив гонорар. Он как будто его и не видел, и мы даже на секунду усомнились, вручили ли мы ему вознаграждение, ибо он куда-то его сунул с ловкостью фокусника, немало не поступившись своей величественностью, а скорее придав себе даже еще более величественный вид, вид известного врача-консультанта в длинном сюртуке на шелковой подкладке с красивым лицом, на котором написано «благородное сострадание». Его медлительность и живость говорили о том, что, будь у него еще сто визитов, он не хочет, чтобы о нем думали, что он торопится. Он представлял собой воплощение такта ума и доброты. Этого необыкновенного человека уже нет на свете. Наверное, другие врачи, другие профессора не уступают ему, а в чем-то, быть может, даже и выше его, но амплуа, в котором он благодаря своим познаниям, своим физическим данным, своему прекрасному воспитанию, выступал с таким огромным успехом, уже не существует, потому что преемников у него нет. Мама даже не заметила дьелофуа. Все, кроме бабушки, для нее не существовало. Я припоминаю, тут я забегаю вперед, что на кладбище, где, как потом говорили, она была похожа на выходца с того света, она робко подошла к могиле, взгляд у нее был устремлен вслед кому-то, кто улетал от нее вдаль, и в ответ на слова отца дядюшка Норпуа сперва пришел к нам, был в церкви, а сейчас он на кладбище, пропустил очень важное для него заседание, скажи ему что-нибудь, он будет очень тронут, и на низкий поклон посла могла только, не проронив ни одной слезинки, смиренно опустить голову. За два дня до похорон, я опять забегаю вперед, но сейчас вернусь к смертному ложу, когда мы бодрствовали у гроба скончавшейся бабушки, Франсуаза, твердо верившая в привидения и вздрагивавшая при малейшем шорохе, говорила, мне все чудится, что это она, но у моей матери вместо страха эти слова вызывали прилив глубочайшей нежности, ей так хотелось, чтобы мертвые являлись живым, и чтобы она могла побыть хоть изредка с бабушкой. Возвращаюсь к предсмертным часам. Знаете, что нам телеграфировали ее сестры, обратился к нашему родственнику дедушка, «Да, о Бетховене, мне говорили, просто хоть в рамку вставляй, меня это не удивляет». «Моя бедная жена так их любила, отирая слезу, сказал дедушка, но сердиться на них не надо, они сумасшедшие, я всегда держался такого мнения». «Что это? Почему перестали давать кислород?» Моя мать сказала, «Мама опять начнет задыхаться». «Нет, нет», возразил врач, «кислород действует долго, а скоро мы ей дадим еще». Я подумал, что про умирающую так бы не сказали, и что если благоприятное действие кислорода продлится, значит надежда на спасение бабушки есть. Свист кислорода на некоторое время прекратился, но блаженная жалоба дыхания изливалась по-прежнему легкая, беспокойная, беспрестанно обрывавшаяся и воскресавшая. Временами казалось, что все кончено, дыхание останавливалось, то ли от того, что переходило из одной октавы в другую, как у спящего, то ли по причине естественных перерывов, вследствие анестезии, усиливавшегося удушья, ослабления сердечной деятельности. Врач опять пощупал бабушке пульс, но теперь словно какой-то приток нес свою дань высохшую реку, новая песня ответвлялась от оборванной музыкальной фразы, и фраза вновь звучала в ином диапазоне, но все такая же вдохновенная. Быть может, бабушка даже и не сознавала, какое множество радостных и нежных чувств, сдавленных страданием, бьет из нее, словно внезапно вырвавшиеся на поверхность родниковые воды. Можно было подумать, что из нее исходит все, о чем ей хочется нам сказать, что только наше присутствие вызывает ее излияние, торопливость, горячность. Сотрясаемая всеми вихрями бабушкиной агонии, не рыдая, но по временам обливаясь слезами, мама была так же бездумно неутешна, как неутешная ветка, которая исхлестывает дождь и раскачивает ветер. Мне велели вытереть глаза и подойти поцеловать бабушку. Должно быть, она уже ничего не видит, проговорил дедушка. Трудно сказать, возразил доктор. Когда я дотронулся губами до бабушки, руки у нее задвигались, по всему ее телу долго бежала дрожь, и то ли эта дрожь была непроизвольна, то ли иным ласковым душам свойственно повышенная чувствительность, различающая сквозь покров без сознания то, что они любят, почти не нуждаясь в помощи рассудка. Неожиданно бабушка, привстав, сделала нечеловеческое усилие, точно защищая свою жизнь. Франсуаза не выдержала и разрыдалась. Вспомнив, что говорил доктор, я решил вывести ее из комнаты, но тут бабушка открыла глаза и окинулся к Франсуазе, чтобы приглушить ее рыдания, пока мои родные будут разговаривать с бабушкой. Шум кислорода стих, доктор отошел от кровати. Бабушка умерла. Несколько часов спустя Франсуаза в последний раз, не причиня им боли, причесала красиво ее волосы, только чуть тронутые сединой и до сих пор казавшиеся моложе ее самой. А теперь напротив, они одни являли собой венец старости над помолодевшим бабушкиным лицом, на котором уже не было ни морщин, ни складок, ни отеков, ни припухлости, ни впадин, ни одного из следов, которые в течение многих лет оставляло после себя страдание. Как в те далекие времена, когда родители выбирали ей супруга, ее черты были теперь бережно изваяны душевной чистотой и покорностью. Щеки сияли целомудренной надеждой, мечтою о счастье и даже безгрешной веселостью, всем, что постепенно разрушили годы. Жизнь уходя унесла с собой связанные с ней разочарования. Казалось, уста бабушки сложились в улыбку. Смерть, точно средневековый воятель, простерла ее на ложе скорби в обличье молодой девушки. Глава вторая Хотя это было в самое обыкновенное осеннее воскресенье, но именно в этот день я возродился. Жизнь открывалась передо мной нехоженную тропою от того, что утром, после того, как долго стояла хорошая погода, пал холодный туман. Развеялся же он лишь к полудню. А перемены погоды достаточно, чтобы заново создать мир и нас самих. Бывало, когда в трубе моего камина выл ветер, я прислушивался к тому, как он стучится в заслонку, с не меньшим волнением, чем если бы подобно знаменитым ударом смычка, которыми в доминор начинается симфония, то был неумолимый зов таинственного рока. В доминор начинается симфония. Речь идет о пятой симфонии Бетховена. Любое изменение в природе преображает и нас, приноравливая к новому виду внешнего мира наши желания, звучащие с ним в лад. Туман, стоило мне проснуться, превратил меня из центробежного существа, какое мы представляем собой, когда светит солнце, в съежившегося человека, мечтающего о камельке и о разделенном ложе, в зябкого Адама, ищущего в этом другом мире домоседку Еву. Между мягким серым цветом утренней деревни и вкусом налитого в чашку шоколада я расположил всю свою обычность физической, умственной и духовной жизни, какую я привез с собой примерно год тому назад в Донсьер, жизни, неразрывно связанной с вытянувшимся в длину лысым холмом, все время находившимся передо мной, даже когда он был невидим, и состоявший из множества наслаждений, которые резко отличались от всех прочих и о которых невозможно было поведать друзьям от того, что сама узорчатая ткань впечатлений их оркестровавших давала мне о них без усилий с моей стороны более точное представление, чем происшествия, о коих я мог бы им рассказать. Благодаря этому новый мир, куда погрузил меня туман, был миром мне уже знакомым, и это придавало ему еще большую достоверность, и лишь на некоторое время забытым, и это возвращало ему всю его свежесть. Я мог рассматривать картины тумана, которые сохранила моя память, например, утро в Донсьере, и это могла быть картина, увиденная мною в мой первый день, проведенный в казарме, либо увиденная в другой раз в ближнем замке, куда Сен-Лу увез меня на целые сутки. На рассвете, перед тем, как снова лечь, я отдергивал занавески, и из окна казармы кавалерист, из окна замка, на узенькой полоске между прудом и лесом, тонувшем в единообразной текучей мягкости тумана, кучер, чистивший сбрую, мне были видны, как бывают видны, единичные, еле различаемые глазом, вынужденным применяться к таинственной расплывчивтости сумрака фигуры, всплывающие на стершейся фреске. Сегодня я разглядывал эти воспоминания, лежа в постели, потому что решил поваляться, пока не пора будет идти к маркизе до вельпорези на домашний спектакль, а мне хотелось воспользоваться отсутствием родителей, уехавших на несколько дней в Кумбре, и посмотреть вечером одну пьеску. После их приезда я, пожалуй, не решился бы пойти к маркизе. Моя мать до такой степени щепетильно чтила память бабушки, что ей были дороги только искренние и добровольные проявления скорби. Она не запретила бы мне пойти к маркизе, она бы меня а вот если бы я написал ей в Кумбре и попросил совета, я бы не получил в ответ печальных строк «Как хочешь, ты уже взрослый и сам знаешь, как лучше поступить». Напротив, она упрекала бы себя, что оставила в Париже меня одного и, судя о моем горе по-своему, выразила бы желание, чтобы я развлекся, хотя она на моем месте никуда бы не пошла, да еще уговорила бы себя, что бабушка, заботившаяся прежде всего о моем здоровье и настроении, непременно послала бы меня развлечься. С утра затопили водяной колорифер. Неприятный, по временам словно икающий его звук не имел никакого отношения к моим воспоминаниям о Донсьере. И все же нынешняя продолжительная его встреча с ними во мне породнило их настолько, что теперь всякий раз, когда я немного отвыкнув от центрального отопления вновь слышу его шум, эти воспоминания оживают. Дома не было никого, кроме Франсуаза. Туман рассеялся. Серый день, крапавший, как мелкий дождь, бесперебойно ткал прозрачные сетки и, попадая в них, гулявшие по случаю воскресенья, словно серебрились. Я швырнул на пол Фигаро, за которым после того, как отправил туда статью, так и не напечатанную, добросовестно посылал каждый день. Солнце все еще не показывалось, но гувстота света говорила о том, что это еще самая середина дня. Тюлевые занавески на окне, воздушные и зыбкие, какими они не бывают в ясные дни, являли собой сочетание нежности и хрупкости, свойственное крыльям стрекозы и венецианскому стеклу. В это воскресенье меня особенно угнетало одиночество от того, что утром я послал письмо мадемуазель де Стермарья. Мадемуазель де Стермарья знакомая героя по Бальбеку, взаимоотношения с которой описаны в романе под сенью девушек в цвету. Матери Робера де Сен-Лу после многих бесплодных попыток удалось воздействовать на сына. Он порвал наконец со своей любовницей и его отправили в Марокко, чтобы ему легче было окончательно забыть женщину, которую он незадолго до разрыва уже разлюбил, а вчера я получил от него письмо, в котором он уведомлял меня, что скоро, но очень ненадолго, приедет во Францию. В Париже он должен был только показаться и скорее назад, без сомнения его родные боялись, как бы его связь с Рахилью не возобновилась, и поэтому он счел своим долгом сообщить, чтобы показать, что он обо мне думает, о своей встрече в Танжере с мадемуазель или, вернее, с мадам де Стермарья. Она три месяца была замужем, а потом развелась. Вспомнив, что я говорил ему в Бальбеке, он попросил де Стермарья, чтобы она назначила мне свидание. Она сказала, что с большим удовольствием поужинает со мной, когда перед тем, как вернуться в Британь, заедет в Париж. Он советовал мне поскорее написать госпоже де Стермарья, по его расчетам она уже должна была быть в Париже. Письмо Сен-Лу не удивило меня, хотя ничего не знал о Робери, с тех пор, как во время болезни бабушки, он обвинил меня в вероломстве и предательстве. Я тогда же отлично понял, в чем дело. Рахиле нравилось возбуждать в Сен-Лу ревность, да и на меня ей было за что сердиться. И она убедила своего любовника, что в его отсутствии я пытался вступить с ней в тайную связь. Наверное, он продолжал бы думать, что так оно и есть, но он разлюбил ее, и теперь ему было совершенно безразлично, говорила она тогда правду или лгала. Он стремился к одному, чтобы наши дружеские отношения не прервались. Как-то я заговорил с ним о том, в чем он обвинял меня. Вместо ответа он улыбнулся доброй, ласковой улыбкой, как бы прося извинения, и начал разговор совсем о другом. И все-таки позднее он изредка встречался с Рахилью в Париже. Редко бывает так, чтобы люди, игравшие большую роль в нашей жизни, выпадали из нее внезапно и навсегда. Время от времени они опять появляются в нашей жизни. Некоторым это даже дает основание предполагать, что любовь вспыхнула снова, а затем уже уходят навеки. Острая боль от разрыва с Рахилью прошла у Сен-Лу очень скоро. На него действовало успокаивающее то удовольствие, какое доставляли ему беспрестанные денежные просьбы его подружки. Ревность, служащая продолжением любви, не намного богаче других форм воображения. Чтобы набить чемодан доверху, нам достаточно взять с собой в дорогу три или четыре образа, которые мы, впрочем, где-нибудь потеряем. Лилии и анимоны понтвекио, персидскую церковь, тумани и тому подобное. Когда мы порываем с любовницей, нам очень хочется, пока все еще очень живо в нашей памяти, чтобы она не пошла на содержание к тем трём или четырём мужчинам, которых мы себе представляем, иными словами, к которым мы ее ревнуем. Те, кого мы себе не представляем, не имеют для нас никакого значения. А между тем, частые денежные просьбы, покинутые любовницы, дают нам далеко не полное представление об ее жизни, как не дали бы полного представления о ее болезни записи температуры. Но записи температуры, по крайней мере, указывали бы на то, что она больна, а денежные просьбы лишь наводят на подозрение, да и то довольно-таки смутное, что брошенная или бросившая сидит на мели за отсутствием богатого покровителя. Каждая ее просьба радует ревнивца, потому что это облегчает его страдания, и он немедленно посылает ей денег. Ему хочется, чтобы у нее было все, кроме любовников, одного из трех, которых он себе представляет. Длится же это до тех пор, пока он не начнет мало-помалу приходить в себя и не сможет спокойно отнестись к сообщению, кто его преемник. Иногда Рахиль приходила к бывшему своему любовнику довольно поздно и просила позволения поспать на одной постели. Для Робера это было большой радостью, потому что убеждало его в том, как они все-таки были прежде интимно близки. Стоило ему проснуться и обратить внимание хотя бы на то, что даже когда он сталкивал ее во сне на край кровати, она продолжала спать сладким сном. Он чувствовал, что спать рядышком со своим давнишним другом ей удобнее, чем где бы то ни было, что когда она лежит около него, пусть даже в гостинице, ей кажется, что она в давно знакомой обжитой комнате, где спится крепче. Он был уверен, что его плечи, ноги, да и весь он, даже когда он ворочался сбоку-набок во время бессонницы, или когда его одолевали мысли о предстоящей работе, для нее до того привычной, что не только не могут стеснить ее, но что ей еще спокойнее от ощущения их близости. Возвращаясь к моему рассказу, я должен заметить, что меня особенно взволновало в письме Сен-Луиз Марокко вычитанное мною между строк то, что он не решался выразить яснее. Ты смело можешь пригласить ее в отдельный кабинет. Это прелестная женщина, очень общительная, вам легко будет друг с другом. Я уверен, что ты чудно проведешь вечер. Мои родители должны были приехать в конце недели, в субботу или воскресенье. Потом мне пришлось бы каждый вечер ужинать дома, и потому я сейчас же написал госпожа Дестер Марья и предложил ей на выбор любой вечер, включая пятницу. Мне ответили, что я получу ответ сегодня же около восьми вечера. Время тянулось бы для меня не так долго, если бы во второй половине дня кто-нибудь ко мне зашел. Когда часы окутываются беседой, их уже не считают, они даже не видны, они исчезают. И вдруг очень нескоро после того мгновенья, когда время от вас хоронилось, оно проворное, улизнувшее, вновь предстает перед вашим вниманием. Если же мы одни, наша тревога с чистотой и однообразием тиканье, подвигая к нам еще далекое и беспрерывно ожидаемое мгновение, делит, или точнее умножает часы на количество минут, которые мы бы не считали, если бы с нами были друзья. и сопоставляя из-за возвращавшегося той дела желания с жгучим наслаждением, которое я буду испытывать, увы, всего лишь несколько дней в обществе госпожи Дестер-Марья, после полуденные часы, которые мне надлежало пробыть в одиночестве, я чувствовал, какие они тоскливые и пустые. Время от времени слышался стук поднимавшегося лифта, потом другой, но не тот, которого я ждал, не стук остановки на моем этаже, а ничуть на него не похожий стук движения к верхним этажам, указывавший мне, когда я ждал гостя, что лифт проезжает мимо. И это случалось так часто, что и много спустя, даже когда мне никого не хотелось видеть, сам этот стук был для меня мучителен, потому что он как бы приговаривал меня к одиночеству. Усталый, смирившийся, обреченный еще несколько часов исполнять свой исконный урок, серый день прял перламутровую тесьму, и мне было грустно думать, что мы будем с ним вдвоем, хотя ему столько же дела до меня, сколько мастерица, севшую окна поближе к свету, до того, кто находится в глубине комнаты. Вдруг звонка я не слышал, Франсуаза отворила дверь, и молча, улыбаясь, вошла пополневшая Альбертина, в телесном своем изобилии держа наготове, чтобы я вновь зажил ими, возвращая мне их дни, проведенные мною там, где я потом не был ни разу в Бальбеке. Конечно, каждая новая встреча с женщиной, отношения с которой и как бы ни были они далеки у нас изменились, есть как бы сопоставление двух эпох. Если бывшая возлюбленная зайдет к нам на правах приятельница, то это даже слишком много, для такого сопоставления достаточно приезда в Париж, той, что у нас на глазах неукоснительно вела определенный образ жизни, а потом изменила его хотя бы всего лишь неделю назад. На каждой смеющейся, вопрошающей и смущенной черте лица Альбертины я мог прочитать «Ну, как Маркиза де Виль Паризи, а учитель танцев, а кондитер». Когда она села, ее спина словно хотела сказать «Скал здесь, конечно, нет, но вы мне все-таки разрешите сесть поближе к вам, как в Бальбеке». Она оказалась чародейкой, подносившей к моему лицу зеркало времени. Это ее сближало со всеми людьми, с которыми мы встречаемся редко, но с которыми прежде мы были близки. И все же с Альбертиной дело обстояло сложнее. Она и в Бальбеке, где мы виделись ежедневно, поражала меня своей изменчивостью. Но теперь ее трудно было узнать. Тогда ее черты были подернуты розовой дымкой. Теперь они освободились от нее и стали выпуклыми, как у статуи. У нее было другое лицо. Вернее, у нее наконец появилось лицо. Она выросла. Почти ничего уже не осталось от покрова, который окутывал ее, и на котором в Бальбеке будущий ее облик вырисовывался едва заметно. В этом году Альбертина раньше вернулась в Париж. Обычно она приезжала весной, когда уже над первыми цветами проносились волновавшие меня первые грозы, и поэтому наслаждение, какое я получал от приезда Альбертины, я не отделял от наслаждения теплым временем года. Мне достаточно было услышать, что она в Париже, что она ко мне заходила, и она снова виделась мне розой на взморье. Я не могу сказать с уверенностью, чего мне тогда хотелось, Бальбека или Альбертину. Быть может, желание обладать Альбертиной являлось ленивой, вялой, неполной формой обладания Бальбеком, как будто духовное обладание предметом способно заменить обладание материальное, переезд на жительство в другой город. Впрочем, если даже судить с точки зрения материальной, то когда Альбертина больше не маячила по воле моего воображения на фоне морской дали, а сидела неподвижно подле меня, она часто казалась мне чахлой розой, и мне хотелось закрыть глаза, чтобы не видеть изъянов на ее лепестках, и чтобы представлять себе, что я дышу морским воздухом. Я могу сказать это уже здесь, хотя тогда я еще не предвидел, что случится со мной потом. Конечно, разумнее жертвовать жизнью ради женщин, чем ради почтовых марок, старых табакерок, даже чем ради картины статуй. Но только на примерах других коллекций мы должны были понять, что хорошо иметь не одну, а многих женщин. Чарующие сочетания девушки с берегом моря, с заплетенными косами церковной статуи, с гравюрой, со всем из-за чего мы любим в девушке, как только она появляется прелестную картину, эти сочетания не очень устойчивы. Поживите подольше с женщиной, и вы уже не будете видеть в ней то, за что вы ее полюбили. Впрочем, ревность может вновь соединить распавшиеся на части. После долгой совместной жизни я видел в Альбертине самую обыкновенную женщину, но достаточно было ей начать встречаться с мужчиной, которого она, быть может, полюбила в Бальбеке, и я вновь воплощал в ней, сплавлял с нею прибой и берег моря. Но только повторные эти сочетания уже не пленяют нашего взора и зловещей болью отзываются в нашем сердце. Повторение чуда в такой опасной форме нежелательно. Но я забежал вперед, а пока я не могу не выразить сожаления, что в свое время сглупил и, попросту говоря, не обзавелся коллекцией женщин, как обзаводится коллекцией старинных подзорных трубок, среди которых при всем богатстве коллекции всегда найдется место еще для одной более редкостной. Вопреки обычному распорядку своего летнего время препровождения, в этом году Альбертина приехала из Бальбека прямо в Париж, а в Бальбеке прожила гораздо меньше, чем всегда. Мы с ней давно не виделись, я понятия не имел, у кого она бывает в Париже, и когда она ко мне не приходила, я ничего о ней не знал, а часто бывало так, что она долго ко мне не приходила. В один прекрасный день она возникала перед моими глазами, но мгновенный расцвет этой розы и молчаливое пребывание ее у меня ничего не говорили мне о том, что же происходило с ней между ее появлениями, и эти промежутки по-прежнему тонули во мраке, куда моему взгляду даже и не хотелось проникнуть. На этот раз, однако, по некоторым признакам можно было догадаться, что в ее жизнь вошло что-то новое. Но это могло быть объяснено и по-другому. Просто-напросто Альбертина была в том возрасте, когда девушки очень быстро меняются. Например, она явно поумнела, и когда я напомнил, с каким жаром доказывала она, что Софокл должен был бы написать «Дорогой Россин», она первая весело рассмеялась. «Права была Андре, а я говорила глупости», сказала она, «Софоклу надлежало обратиться к Россину, милостивый государь». Софоклу надлежало обратиться к Россину. Об этом школьном сочинении, которое должна была написать Жизель, подруга Альбертины и Андре, рассказывается во второй части романа «Под сенью девушек цвету». Я возразил, что то, на чем настаивала Андре, милостивый государь или милостивый государь мой, ничуть не менее смешно, чем Альбертинин дорогой Россин или дорогой друг Жизель, но что в сущности круглые дураки это профессора, все еще заставляющие Софокла писать письма Россину. Но ход моей мысли вдруг стал Альбертини неясен. Она не понимала, что тут такого вздорного. Ум у нее пробудился, но еще не развился. В ней произошли более привлекательные перемены. Мне виделось в этой хорошенькой девушке, которая села у моей кровати, что-то новое. В тех линиях, которые через взгляд и через отдельные черты лица обычно выражают волю, отражалось резкое изменение, почти преображение. Точно была сломлена сила сопротивления, которая отбросила меня в Бальбеке в тот уже далекий вечер, когда мы тоже были с ней вдвоем, но только в отличие от нынешнего нашего свидания, тогда лежала она. А я сидел у ее кровати. Мне хотелось поцеловать ее, но не решался удостовериться, позволит ли она. Не всякий раз, когда она порывалась уйти, просил ее посидеть еще немного. Упросить ее было нелегко, потому что, хотя делать ей было нечего, иначе она давно бы упорхнула, она отличалась исправностью и к тому же держалась со мной довольно суха. Видимо, мое общество особого удовольствия ее не доставляло. И все же каждый раз, посмотрев на часы, она опять садилась по моей просьбе. И так она пробыла у меня несколько часов, а я ни о чем не попросил ее. Все, что я говорил ей, было связано с нашей многочасовой беседой, нисколько не приближало меня к тому, о чем я мечтал, к чему я стремился, и не пересекалось с моими стремлениями и мечтами. Ничто так не мешает нашим словам выражать то, о чем мы думаем, как желание. Время идет, и все-таки кажется, что мы стараемся выиграть время, рассуждая о вещах, ничего общего не имеющих с тем, что нас волнует. Мы беседуем, а те слова, какие нам хочется сказать, уже нужно бы сопроводить движением, но мы его так и не сделаем, если не выскажемся и не попросим позволения, хотя бы мы жаждали насладиться, и хотя бы нас мучило любопытство, как отнесется к этому движению она. Конечно, я совсем не любил Альбертину. По рождению тумана она могла утолить лишь вымышленное желание, возникшее во мне при перемене погоды, являвшееся чем-то средним между желаниями, которые могут быть удовлетворены кулинарным искусством, и желанием быть частью монументальной скульптуры, ибо я мечтал о том, чтобы моей плоти касалось нечто вещественное, нечто иное и теплое, и одновременно о том, чтобы прикрепиться какой-нибудь точкой моего вытянутого тела к телу от него ответвляющемуся, подобно тому, как тело Евы едва касается ногами бедра Адама, по отношению к телу, которого она занимает почти перпендикулярное положение на романских барельефах Бальбекского собора, благородно и безмятежно олицетворяющих, почти как на античном фризе сотворения женщины. Вместе с Богом там везде изображены, как будто это два священнослужителя, два ангелочка, в которых мы узнаем, они похожи на крылатые, кружащиеся в воздухе летние создания, застегнутые врасплох, но пощаженные зимою, Амуров Геркуланума, оживших в тринадцатом веке и совершающих усталый, но все же не лишенный присущей им грации, последний полет по всему порталу. Амуров Геркуланума, оживших в тринадцатом веке, просто имеет в виду скульптуры на портале готического собора, напоминающие ему античных Амуров, погибших во время извержения Везувия в семьдесят девятом году до нашей эры. Что касается наслаждения, которое, осуществив мое желание, отогнало бы от меня неотвязные думы, и которое мне могла бы дать любая красивая женщина, то если бы меня спросили, на чем, в то время, когда мы с Альбертиной болтали без передышки, и когда я умалчивал только о том, что занимало мои мысли, основывалось мое оптимистическое предположение по поводу возможной податливости моей собеседницы, то, быть может, я ответил бы, что своим предположением я обязан, меж тем, как забытые нотки в голосе Альбертины вновь вычерчивали передо мной очертания ее личности, кое-каким словам, которых она раньше не употребляла, по крайней мере, в том смысле, какой предавала она им теперь. Когда она сказала, что Эльстир дурак, Дябло заспорил. «Вы меня не поняли», улыбаясь, пояснила она, «я хочу сказать, что в тех обстоятельствах он вел себя как дурак, но я прекрасно знаю, что этот человек действительно замечательный». Имея в виду, что на гольфе Фонтенбло общество было изысканно, она заметила «в полном смысле слова отбор». Когда разговор зашел о том, как я дрался на дуэли, она отозвалась о моих секундантах так «первый класс», а взглянув на мое лицо, выразила пожелание, чтобы я обзавелся усами. Она дошла даже до того, и мне тогда показалось, что шансы мои поднялись очень высоко, что воспользовалось выражением, относительно которого я мог бы поклясться, что в прошлом году она его не употребляла. Она сказала, что не виделась жизелью в течение довольно долгого периода времени. Разумеется, Альбертина, еще когда я был в Бальбеке, располагала изрядным запасом слов, который свидетельствовал о том, что она из семьи состоятельной, и который мать пополняет из года в год, подобно тому, как в торжественных случаях мать дает надеть взрослеющей дочери свои драгоценности. Однажды, благодаря незнакомую даму за подарок, Альбертина сказала, мне право неловко, и тут все почувствовали, что она уже не ребенок. Госпожа Бонтан невольно взглянула на мужа, а тот напомнил, да ведь ей уже стукнуло четырнадцать. Возмужалость Альбертины проступила еще резче, когда, заговорив о молодой девушке дурного тона, она сказала, как тут разберешь, хорошенькая она или нет, если у нее из-под румян щек не видать. Совсем молоденькая девушка Альбертина успела перенять у женщин, принадлежавших к ее кругу, и занимавших такое же место в обществе, их манеру держаться, и говорила про кривляк. Я не могу на них смотреть, потому что мне тогда тоже хочется кривляться, а если одна дама изображала другую, она обращалась к ней с такими словами, смешнее всего, что когда вы ее передразниваете, вы становитесь на нее похожи. Все это было взято из общественной сокровищницы. И тем не менее, мне казалось, что в своей среде Альбертина не могла почерпнуть слово «замечательный», в том смысле, какой предавал ему мой отец, когда говорил о своем сослуживце, с которым он еще не успел познакомиться, и о котором он был наслышан, как о необыкновенно умном человеке. Должно быть, это человек действительно замечательный. Я не мог себе представить, чтобы кто-нибудь в семье Симоне употребил слово «отбор» даже в применении «гольфу», так же, как сочетание существительного «отбор» с прилагательным «естественный» не найдешь ни в одной книге, изданной за несколько столетий до выхода в свет трудов Дарвина. Период времени я принял за еще более добрый знак. Наконец, для меня стало очевидным, что в жизни Альбертины произошли неизвестные мне, но несомненные, притом обнадеживающие меня потрясения. Когда Альбертина проговорила самодовольным тоном человека к мнениям, которого прислушиваются с моей точки зрения, это наилучший выход. Я полагаю, что это самое мудрое решение, благородное решение. Это было уже что-то совершенно новое, явно наносное, наводившее на мысль, что в прежде неизвестных мне слоях души Альбертины образовались затейливые изгибы, и когда она произнесла «С моей точки зрения, я притянул ее к себе», а когда она произнесла «Я полагаю, усадил к себе на кровать». Бывает, конечно, и так, что малокультурные женщины, вышедшие замуж за широко образованных мужчин, получают от них такие выражения в виде свадебного подарка. Вскоре после наступающей вслед за брачной ночью метаморфозы, когда они делают визиты и уже не откровенничают с бывшими подругами, все с удивлением замечают, что они стали женщинами, замечают только после того, как услышишь, что они говорят уже не «константируют», а «констатируют». Но ведь это же действительно признак происшедшей с ними перемены. И мне казалось, что именно такая перемена произошла в словаре той Альбертины, которую я знал прежде. А для той Альбертины верхом смелости было бы сказать о каком-нибудь странном человеке ну и тип. Или когда ей предлагали принять участие в азартной игре, и они настолько богаты, чтобы терять деньги. Или наконец, если ей приходилось выслушивать незаслуженный по ее мнению упрек, «нет, ты просто великолепна». Но эти фразы в таких случаях диктовала ей своего рода обывательская традиция. Почти такая же древняя, как магнификат, возрадуемся. И у молодой девушки, задетой за живой и уверенной в своей правоте, это, как говорится, получается само собой, потому что этим выражением ее научила мать, как она же научила ее молиться Богу и кланяться. Магнификат «Возрадуемся» с латинского «Одно из католических песнопений, исполняемая во время вечерней». К Альбертини все эти выражения перешли от госпожи Бонтан вместе с ненавистью к евреям и предпочтением черному цвету перед всеми прочими, потому что он подходит ко всем случаям жизни и вполне благопрестоин. Но никаких уроков госпожа Бонтан Альбертини не давала. Альбертина была подобна только что вылупившемуся щегленку, который перенимает родительский щебет и постепенно становится настоящим щеглом. Как бы то ни было отбор показался мне чем-то чужеродным, а в «Я полагаю» мне послышалось ободрение. Альбертина стала другой, значит, пожалуй, она и действовать, и противодействовать будет по-другому. Я не только не любил ее, но даже не боялся, как в Бальбеке, лишиться в ее лице друга, потому что и дружбе между нами пришел конец. Не подлежало сомнению, что я давно уже стал ей совершенно безразличен. Я отчетливо сознавал, что в ее глазах я уже не принадлежу к стайке, а ведь когда-то мне так хотелось в нее попасть, и как же я был счастлив потом от того, что меня в нее приняли. Поскольку Альбертина утратила бальбекскую бесхитростность и дружелюбие, то особых угрызений совести я не испытывал. И все же мне думается, что подтолкнуло меня мое последнее филологическое открытие. Присоединяя новое звено к цепи незначащих фраз, под которыми таилось мое желание, я говорил Альбертине, а она, прислоняясь к стене, сидела теперь на моей кровати, об одной девушке из стайки. Девушке менее заметной, чем ее подруги, но все же, на мой взгляд, славненькой. Да, согласилась Альбертина, она похожа на япошечку. Япошечка. В оригинале Альбертина употребляет японское слово мусме, вошедшее и в европейский обиход для обозначения японских танцовщиц легкого поведения. Вне всякого сомнения, когда я познакомился с Альбертиной, она не знала слова япошечка. Если бы ее жизнь шла обычным своим чередом, она, вероятно, никогда бы его и не узнала. Я за грех бы это не счел, так как, на мой слух, это омерзительное слово, от него болят зубы, как от мороженого. Но из уст хорошенькой Альбертины даже слово епошечка мне приятно было услышать. Я подумал, что если оно и не посвящает меня в тайны внешней, то во всяком случае выявляет некую внутреннюю эволюцию. К сожалению, Альбертине пора было уходить, иначе она опоздала бы к ужину, и я бы не сел за стол вовремя. Ужин готовила мне Франсуаза, она не любила, чтобы ее заставляли ждать, и должно быть рассматривала, как нарушение одной из статей своего кодекса, уже то, что Альбертина в отсутствии моих родителей у меня засиделась, и по ее вине все задерживается. Но перед епошечкой я отступил и поспешил заявить, «Знаете, я совсем не боюсь щекотки. Можете щекотать меня целый час, а я и не почувствую». «Да что вы! Уверяю вас». Она, конечно, поняла, что так неумело я выражаю желание, потому что, словно давая совет, который вы не решились попросить, но который, как явствует из ваших же слов, может вам пригодиться, она с чисто женской покорностью предложила, «Хотите, попробую». «Пожалуйста, ну тогда лягте на кровать, вам будет удобнее». «Вот так?» «Да не с краю, придвиньтесь, а я не очень тяжелая». При этих словах дверь отворилась и вошла Франсуаза с лампой. Альбертина едва успела сесть опять на стул. Быть может, Франсуаза подслушивала у двери или даже подсматривала в замочную скважину и, наконец, выбрала именно этот момент, чтобы нас сконфузить. Впрочем, я предполагал это зря. Для таковой цели Франсуаза могла и не утруждать свое зрение. Ей достаточно было учуять инстинктом, ибо она так долго жила под одной крышей со мной и с моими родителями, что, в конце концов, боязнь, осторожность, наблюдательность и хитрость выработали в ней то инстинктивно и почти правитческое знание о нас, какое есть о море у моряка, у охотника о дичи, а о болезни, если не у врача, то уж, во всяком случае, у многих больных. Она поражала своей осведомленностью не меньше, чем древние, тем, как далеко они ушли в иных областях, особенно, если принять во внимание, что они почти не располагали источниками для получения сведений. Источники Франсуазы тоже не отличались многообразием. Это были обрывки фраз, составлявшие примерно двадцатую часть нашего разговора за ужином, обрывки, подхваченные на лету метродотелем и не точно процитированные им в буфетной. Но ее ошибки, так же, как ошибки древних, так же, как оплошность Платона, верившего басням, все-таки главным образом проистекали из неверного представления о мире и из предвзятых понятий, а не из скудости материальных средств. Ведь уже в наши дни величайшее открытие в мире насекомых сделал ученый, у которого не было ни лаборатории, ни приборов. Пруст имеет в виду французского энтомолога Анри Фабра 1823-1915 годы. В черновике стоит это имя. Но если неудобства, связанные с положением прислуги, не мешали Франсуазе приобретать знания, необходимые для искусства, которое являлось ее целью, а состояло оно в том, чтобы конфузить нас сообщением добытых сведений, то преграды приносили более обильный плод. Помехи не только предоставляли ей возможность развернуться еще шире, но и оказывали ей всяческое содействие. Конечно, Франсуаза не брезговала никакими вспомогательными средствами, как, например, интонациями и жестикуляцией. Она хоть бы раз не наволос, не веря ничему из того, что говорили ей мы и в чем нам хотелось убедить ее, усомнилась в несусветной чуши, какую пороли слуги, чуши для нас оскорбительной, к тому же, что утверждали мы, относилась с недоверием, а тон, каким она, косвенная речь давала ей возможность безнаказанно носить нам чудовищное оскорбление, пересказывала, что слышала от какой-то кухарки, как эта самая кухарка, запугивая своих господ и при всех обзывая их дерьмом, в конце концов, добилась от них неисчислимых льгот. Ее тон указывал, что кухаркин рассказ — это для нее Евангелие. И еще она прибавляла — на месте ее хозяйки я бы обиделась. Особо с пятого этажа внушала нам ничем не вызванную неприязнь. И все же мы, слушая этот рассказ, подававший дурной пример, пожимали плечами с таким видом, что все это враки. Однако повествовательница продолжала говорить все тем же противным, не допускающим ни сомнений, ни возражений, тоном, каким утверждают нечто совершенно бесспорное. И самое замечательное. Писатели часто достигают могучей краткости между тем, как живя они век политической свободы или литературной анархии, когда их не связывали бы тирания монарха, строгие правила стихосложения или гнет государственной религии, они бы к краткости не стремились. А Франсуаза, не смея изъясняться с нами без обиняков, говорила, как Тересий, если же бы она писала, то писала бы как Тацет. Тересий, легендарный прорицатель из древних Фив. Все, что она не могла высказать прямо, она умела выразить в такой фразе, за которую мы не могли ее осадить, иначе мы расписались бы в том, что приняли эту фразу на свой счет, иной раз даже и не во фразе, а в молчании, или в том, как она подсовывала какую-нибудь вещь. Так, если я по рассеянности оставлял на столе вместе с другими письмами письмо, которое надо было спрятать от Франсуазы, потому, например, что в нем выражалось недоброжелательное к ней отношение, предполагавшее, что недоброжелательно относится к ней и адресат, то вечером, когда я обеспокоенный возвращался домой и проходил прямо к себе, первым бросалось мне в глаза письмо, за которое я боялся, так же, как оно не могло не броситься в глаза Франсуазе. Она аккуратно сложила стопкой другие письма, а это положила сверху, почти в сторонку, так что самая его заметность говорила, громко заявляла о себе и, войдя в комнату, я вздрагивал, словно кто-то вскрикнул. Франсуаза была мастером на такого рода мизансцены, рассчитанной на то, чтобы так подготовить зрителя, чтобы к моменту ее выхода он бы уже догадался, что ей все известно. Она владела вдохновенным и в то же время требующим работы над собой искусством Ирвинга и Фредерика Леметра, искусством заставлять говорить неодушевленные предметы. Ирвинг Генри 1838-1905 годы известный английский драматический актер Леметтер Фредерик 1800-1876 годы знаменитый французский драматический актер. Сейчас, держа над Альбертиной и надо мной зажженную лампу, при которой все до одной стали явственно различимы впадинки, оставшиеся на одеяле после того, как на нем полежало тело девушки. Франсуаза олицетворяла правосудие, освещающее преступление. Лицо Альбертины не проигрывало при свете. Он озарял на ее щеках наведенный солнцем глянец, пленивший меня в бальбеке. На воздухе все лицо Альбертины иногда вдруг становилось смертвенно-бледным, а сейчас наоборот. Чем шире разливался по нему свет, тем его плоскости, крепкие, гладкие, ослепительнее и единообразнее окрашивались, так что их можно было сравнить с пунцовыми глубокого тона цветами. Изумленные вторжения Франсуазы я невольно воскликнул, что это, уже лампа? Господи, какой яркий свет! Второй фразой мне, конечно, хотелось замаскировать мое смущение, а первой оправдать опоздание. Франсуаза ответила на это язвительной двусмысленностью. Не задуть ли? Не вздуть ли? шепнула мне на ухо Альбертина, очаровав меня ненаигранной живостью, с какой она, обращаясь ко мне и как хозяину Франсуазы, и как сообщнику, в полувопросительной форме высказала это предложение, основанное на психологических наблюдениях. Когда Франсуаза вышла из комнаты, Альбертина снова села ко мне на кровать. Знаете, я боюсь, заговорил я, что если так будет продолжаться, то я возьму, да и поцелую вас. Ах, какой ужас! Я не сразу ответил на ее позволение, а другой на моем месте, пожалуй, решил бы, что оно и не нужно. У Альбертина был такой чувственный и такой ласковый голос, что даже когда она только говорила с вами, у вас появлялось ощущение, словно она вас целует. Одно ее слово уже было знаком благоволения, а речь ее покрывала вас поцелуями. И все же ее позволение мне было очень приятно. Я был бы доволен, даже если получил позволение у какой-нибудь другой хорошенькой девушки, ее сверстницы. Но то, что Альбертина оказалась сейчас такой сговорчивой, доставило мне не просто удовольствие. Я получил возможность сравнить несколько образов, отмеченных печатью красоты. Я вспомнил Альбертину прежде всего на пляже, где она была как бы нарисована на фоне моря, и казалась таким же призрачным существом, как появляющиеся на сцене фигуры, о которых вы не можете сказать с уверенностью, что это, актриса, чье имя стоит в программе, статистка, заменяющая ее в данный момент, или же это всего лишь проекция волшебного фонаря. Затем от пучка лучей отделилась настоящая женщина. Она пришла ко мне, но только для того, чтобы я мог убедиться, что в действительности она отнюдь не сговорчива в сердечных делах, как можно было подумать, глядя на ее отражение в волшебном фонаре. Я узнал, что ее нельзя трогать, нельзя целовать, что с ней можно только разговаривать, что для меня она не женщина, так же, как нефритовый виноград, несъедобное украшение столов. В былые времена виноград ненастоящий. А теперь она предстала передо мной в третьем образе. Настоящая, как при втором моем знакомстве с нею, но сговорчивая, как при первом. И эта ее сговорчивость несказанно обрадовала меня именно потому, что я долго считал ее несговорчивой. Добавление к моему знанию о ее жизни, жизни не такой однообразной, не такой простой, как я думал, на некоторое время сделала из меня агностика. На чем мы имеем право настаивать, если то, что нам сперва представлялось возможным, оказалось недостижимым потом, а в третий раз мы убеждаемся в правильности нашего первого предположения, и, увы, это было далеко не последнее мое открытие Альбертины. Но хотя в изучении богатства образов, один за другим открываемых жизнью, отсутствовала романтическая привлекательность, совсем не та, какую находил Сен-Лу за ужином в Ривбеле, когда узнавал под маской, какую надевала жизнь на чье-нибудь спокойное лицо, черты, к которым когда-то прикасались его губы, все же в сознании, что поцеловать Альбертину в щеки это теперь достижимо, для меня заключалось, пожалуй, более острое наслаждение, чем в поцелуе. Одно дело обладать женщиной, которой приникает только наше тело, потому что она всего лишь кусок мяса, и совсем другое дело обладать девушкой, которая появлялась перед нами вместе с подругами на берегу моря в иные дни, причем невозможно было угадать, почему именно в эти, а не в какие-нибудь другие, и оттого-то мы так боялись, что больше не увидим ее. Жизнь, любезно предоставив нам возможность следить за этой девушкой на протяжении ряда лет, снабдила нас сперва одним оптическим прибором, потом другим, а наше телесное желание окружило свитой иных желаний, бесчисленных, разнообразящих его, более возвышенных и не так-то легко утоляемых, дремлющих и не мешающих желанию телесному действовать самостоятельно, пока оно зарится на кусок мяса, но едва лишь оно посигнет на захват целой области воспоминаний, откуда им так горько уходить, грозно вздымающихся рядом с ним, усиливающих его, но не могущих следовать за ним вплоть до его исполнения, вплоть до слияния, которому не дано осуществиться так, как мы надеялись до слияния, с невещественной реальностью, поджидающих это желание на полпути и в миг воспоминаний, в миг возврата, снова сопровождающих его. Поцеловать щеки первой встречной, самые свежей, но безымянной, бестайной, без обаяния, это совсем не то, что поцеловать щеки, о которых я так давно мечтал, через этот поцелуй я узнал бы вкус и запах окраски, которой я часто любовался. Мы видели женщину, обыкновенную фигуру на фоне декорации жизни, так же, как видел я Альбертину на фоне моря. А затем мы можем отделить этот образ, поставить его около себя и постепенно рассмотреть его объем краски, как будто мы его поместили за стеклом стереоскопа. Вот почему представляют интерес только более или менее трудные женщины, которыми овладеваешь не сразу, которых сразу не разгадаешь. Удастся или не удастся когда-нибудь овладеть ими? Дело в том, что узнать их, приблизиться к ним, победить их, это значит изменять форму, величину, рельеф человеческой фигуры. Это дает наглядное представление об относительности оценок внешности женщин, их внутреннего мира, представление, которое хорошо бы получить еще раз, когда фигура вновь приобретает тонкость силуэта на фоне декорации жизни. Женщины, с которыми мы знакомимся через сводню, интереса не представляют, потому что они не меняются. Кроме того, Альбертина вобрала в себя все связанные с нею впечатления от моря, которые были мне особенно дороги. Мне казалось, что, целуя ее щеки, я мог бы поцеловать все бальбековское взморье. Если вас правда можно поцеловать, то лучше потом. Я выберу для этого наиболее подходящий для меня момент. Только не забудьте, что вы мне позволили. Мне нужен чек на поцелуй. Вы хотите, чтобы я его подписала? Но если я возьму чек сейчас, потом-то я получу другой. Смех один с вашими чеками. Время от времени я буду выдавать вам новые. Скажите мне еще вот что. «Знаете, в Бальбеке, когда мы еще не были с вами знакомы, у вас часто бывал холодный хитрый взгляд. Вы не могли бы мне сказать, о чем вы думали в такие минуты? Что разве я помню? Хорошо, я вам помогу. Как-то раз ваша подруга Жизель прыгнула ноги вместе через стул, на котором сидел старичок. постарайтесь вспомнить, что вы думали в эту минуту. С Жизель у нас у всех были как раз наиболее далекие отношения. Она и входила, и не входила в нашу стайку. Наверное, я подумала, что она очень плохо воспитана и вульгарна. А больше ничего? Мне очень хотелось до поцелуя снова наполнить ее тайной, которой она была полна для меня на берегу моря до нашего знакомства. Опять увидеть страну, где она жила раньше. Пусть я не представлял себя отчетливо, где же эта страна все-таки мог бы населить ее всеми воспоминаниями нашей бальбекской жизни, шумом волн, бушевавших под моим окном детским криком. Но скользя взглядом по красивым розовым шарам ее щек, легкие выпуклости которых опадали у первых складок ее прекрасных черных волос, сбегавших неровными цепочками, вздымавших свои кручи и растилавших волнистые свои долины, я невольно говорил себе, наконец-то, потерпев неудачу в бальбеке, я узнаю вкус неведомых роз, то есть щек Альбертины. А поскольку круговые пути, на которые мы пока живы увлекаем, как предметы неодушевленные, так и одушевленные, не очень многочисленны, то, пожалуй, я буду иметь право считать, что в известном смысле моя жизнь полна, когда, заставив выйти из далекой рамы юная личика, которая мне особенно приглянулась, я переведу его в другой план и там, наконец, познаю его посредством губ. Я говорил это себе, ибо верил, что существует познание посредством губ. Я говорил себе, что узнаю вкус этих роз, созданных из плоти, так как мне не приходило в голову, что человеку, существу, по всей видимости, более высокоразвитому, чем морской ёж или даже кит, все-таки пока что не хватает некоторых важных органов, в частности, у него нет органа, который необходим для поцелуя. Отсутствующий этот орган человек заменяет губами, и, быть может, это дает ему несколько более полное удовлетворение, чем если бы он вынужден был ласкать свою возлюбленную клыками, и все-таки наши губы созданные для того, чтобы давать чувствовать нёбу вкус того, что их соблазняет, наши губы, не понимая своей ошибки и не желая сознаваться в том, что они разочарованы, скользят по поверхности и наталкиваются на ограду непроницаемой и желанной щеки. Впрочем, даже если допустить, что губы стали более изощренными и дровитыми, в это мгновение, а именно при соприкосновении с телом, они, понятно, не могут тоньше почувствовать вкус, коль скоро природа до сих пор мешает им уловить его, ибо в тех пустынных местах, где им нечем питаться, они одиноки, зрение, а вслед за ним и обоняние давно покинули их. И вот, когда мои губы начали приближаться к щекам, которые мои глаза предложили им поцеловать, то глаза на ином расстоянии увидели другие щеки, разглядевшие вблизи и как бы через лупу, они обнаружили ее крупнозернистость, а в этой крупнозернистости крепость телосложения, которая изменила весь облик Альбертины. Только последнее слово фотографии. Снимки, которые укладывают у подножья собора все дома, часто казавшиеся нам вблизи почти такими же высокими, как башни, снимки, которые заставляют одни и те же здания передвигаться как полки, то шеренгами, то цепью, то сомкнутым строем, сдвигают на пьецете две колонны, только что стоявшие далеко одна от другой, в глубину отодвигают салюты, на бледном и мягком фоне ухитряются втиснуть бесконечную даль под арку моста, в амбразуру окна, между листьями дерева, растущего на переднем плане и выделяющего со своим более ярким тоном, обрамляют какую-нибудь одну церковь аркадами всех остальных, способна, как мне кажется, достичь того же, что и поцелуй. Извлечь из чего-либо представляющегося нам одной вещью совершенно определенного обличья сотню других и при том не меньшей ценности, потому что каждый из них подчиняется своим особым законам перспективы. Салюта имеется в виду знаменитая венецианская церковь Санта Мария Делла Салюта. Словом, уже в Бальбеке Альбертина казалась мне разной. Теперь, словно до невероятия ускорив изменение перспективы и изменение окраски, какие представляет нашему взору женщина при встречах с ней. Я решил уложить все эти встречи в несколько секунд, чтобы опытным путем воссоздать явление разнообразия человеческой личности и вытащить одну из другой, как из футляра, все заключенные в ней возможности. И на коротком расстоянии от моих губ до ее щеки увидел десять Альбертин. Эта девушка была подобна многоглавой богине, и та, которая открывалась моим глазам после всех, как только я пытался приблизиться к ней, пряталась за другую. Пока я наконец к ней не прикоснулся, я, по крайней мере, видел ее. От нее исходило легкое благоухание. Но, увы, для поцелуя наши ноздри и наши глаза так же плохо расположены, как плохо устроены губы. Внезапно мои глаза перестали видеть, мой нос, вдавившийся в щеку, уже не различал запаха, и так и не узнав вкуса желанной розы, я понял по этим невыносимым для меня признакам, что, наконец, я целую щеку Альбертины. Потому ли, что теперь у нас была мизансцена, нечто похожее на полный оборот геометрического тела, совсем иная, чем в Бальбеке, я лежал, а она сидела, следовательно, могла отпрянуть в случае грубого насилия и направить наслаждение по своему желанию, но только она без всяких с моей стороны усилий позволила взять то, в чем отказала тогда, да еще с таким злым лицом. Конечно, от того выражения, сладострастное выражение, какое приняло ее лицо, когда я потянулся к нему губами, отличалось лишь чуточным изменением черт лица, но это изменение было подобно разнице между движением человека, добивающего раненого, и движением человека, оказывающего ему помощь, между портретом человека божественной красоты и портретом урода. Я не знал, следует ли мне относиться с особым почтением и быть благодарным за эту перемену какому-нибудь невольному благодетелю, который в один из этих последних месяцев в Париже или в Бальбеке подготовил мне почву. Я полагал, что основная причина перемены заключается в наших позах. Альбертина открыла мне однако другую, а именно тогда в Бальбеке я же вас не знала. Я могла думать, что у вас дурные намерения. Это ее соображение озадачило меня. Вне всякого сомнения Альбертина со мной сейчас не лукавила. Женщине, оставшейся наедине со своим приятелем, стоит большого труда узнать в движениях своего тела, в его ощущениях несовершенный грех, внушавший ей ужас, когда ее искушал незнакомец. Во всяком случае, какие бы важные перемены не произошли в ее жизни, перемены, которые, быть может, пролили бы свет на то, почему она без малейших колебаний утолила мое мимолетное чисто физическое желание, меж тем, как в Бальбеке с возмущением отвергла мою любовь, еще более поразительную перемену я обнаружил в Альбертине в этот вечер, после того, как от ее ласк я получил удовлетворение, она не могла этого не заметить, и я даже боялся, как бы это ни вызвало у нее легкого отвращения и оскорбленной стыдливости проявившихся у Жильберты закупой лавровых деревьев на элисейских полях. Произошло нечто прямо противоположное. Как только я уложил Альбертину на кровать и начал ласкать ее, у Альбертины тотчас появилось выражение, которого я никогда раньше не замечал, выражение покорной готовности, почти детского простодушия. Сняв с нее все заботы, все обычные ее устремления, миг, предшествующий и наслаждению, в этом отношении подобный тому, что он остает после смерти, словно вернул по молодевшим ее чертам невинность детского возраста. Ведь, наверное, каждый человек, чей дар неожиданно нашел применение, становится скромным, обязательным, милым, и если он знает, что этот его дар доставит нам большое удовольствие, то это сознание радует его самого, и ему хочется, чтобы удовольствие было возможно более полным. Однако в новом выражении лица Альбертины отражались не просто привычные бескорыстия, добросовестность и щедрость, в нем вдруг проступило некое наследственное самопожертвование. Она вернулась к своему детству и пошла дальше, она вернулась к юности своего народа. Совсем не испытывая того, что испытывал я, а я хотел только физического успокоения и в конце концов достиг его, Альбертина видимо считала, что только грубоватые натуры могут искать одного лишь чувственного наслаждения, к которому не примешивается возвышенное чувство и в котором есть нечто завершающее. До этого она ведь так спешила, но вот теперь, когда я напомнил, что ей пора ужинать, она, будучи, разумеется, уверена, что поцелуй это знак любви, а что любовь выше всякого долга, возразила. Да ну что вы, это совершенно не важно, времени у меня предостаточно. Ей как будто стыдно было встать тотчас после того, как она меня успокоила. Приличия словно требовали от нее побыть еще. Так Франсуаза, когда считала нужным, даже если ей не хотелось пить, с залихватскостью, не выходящей за рамки благопристойности, выпивала стакан вина, который наливал ей Жупьен, но допить и сейчас же уйти хотя бы по важному делу, этого бы она себе не позволила. Альбертина, именно это ее свойство, как будет видно из дальнейшего, обворожит меня в другой женщине, была воплощением той скромной французской крестьянки, что стоит на паперте Андрея первозванного в полях. С Франсуазой, которая скоро станет заклятым врагом Альбертины, роднили ее также учтивость в отношениях с хозяином и вообще с посторонними людьми, благопристойность, уважение к чужому ложу. Если бы дочь Франсуазы, в течение последних месяцев остававшихся до ее свадьбы, ходила бы гулять со своим суженным не под руку, то Франсуаза, которая после смерти моей тетки считала своим долгом говорить каким-то особенным жалобным голосом, сочла бы это нарушением приличий. Альбертина лежала рядом со мной, не шевелясь. «У вас прекрасные волосы, у вас чудные глаза, вы милый», говорила она. Напоминая ей, что уже поздно, я прибавлял «Вы мне не верите?» А она отвечала и, быть может, говорила правду, но только это стало правдой всего две минуты тому назад, а сохраняла свою правдивость несколько часов. «Я верю вам во всем». Она заговорила обо мне, о моей семье, о моей среде. Она сказала, «Мне известно, что ваши родители водят знакомство с очень почтенными людьми, вы дружите с Робером Форестие и Сюзанной Делаж». Я сначала не понял, о ком идет речь. И вдруг вспомнил, что как-то играл с Робером Форестие на Елисейских полях, но потом мы с ним ни разу не виделись, а Сюзанна и госпоже Блонде. И однажды я должен был пойти к родителям Сюзанны на урок танцев и сыграть маленькую роль в салонной комедии. Но побоявшись, что рассмеюсь, что у меня пойдет носом кровь, я остался дома, и так мы с ней и не увиделись. Кажется, я когда-то давно слышал, что гувернантка Сванов, та самая, что носила шляпу с пером, бывала у родителей Сюзанны, но может статься это была не гувернантка, а ее сестра или приятельница. Я признался Альбертине, что Роберт Форестие и Сюзанна Велаж играли незаметную роль в моей жизни. Возможно, ваши матери близки между собой, и я невольно подумал, что дети тоже. Мы с Сюзанной Велаж часто встречаемся на Мессинской улице. В Сюзанне есть что-то шикарное. Наши матери были хороши друг с другом только в воображении госпожи Бонтан. Узнав, что я когда-то играл с Робером Форестие и, кажется, даже читал ему стихи, она сделала вывод, что мы друзья, благодаря тому, что наши родители знакомы домами. Когда при ней говорили о моей маме, она, как мне передавали всякий раз, вставляла «Ах, это из окружения Делажи, Форестие и так далее! Хотя мои родители такой чести не заслуживали». Вообще социологические понятия Альбертины были удивительно нелепы. Она считала, что все Симоне с двумя Н, ниже не только Симоне с одним Н, но и кого бы то ни было из их среды. Если ваш однофамилец не является вашим родственником, то у вас есть все основания презирать его. Исключения разумеется бывают. Два Симонне, которых познакомили на одном из таких сборищ, где мы испытываем потребность говорить о чем угодно и при том находимся в отличном расположении духа, например, будучи участниками похоронной процессии, направляющейся на кладбище. Выяснив, что они однофамильцы, начинают допытываться, хотя безуспешно не в родстве ли они, стараются быть друг с другом любезными. Но это исключение. Людей малопочтенных на свете много, но мы их не знаем или не обращаем на них внимания. Но вот если мы получаем письма, написанные нашим однофамильцем, или же они получают письма, написанные нам, то мы начинаем относиться к однофамильцам с недоверием в иных случаях, имеющим под собой почву. Мы боимся путаницы. Когда кто-нибудь заговаривает о них, наши лица выражают брезгливость. Когда мы читаем о них в газете, где указывается их фамилия, мы считаем их узурпаторами. Грехи других органов социального тела не вызывают у нас возмущения. Мы осуждаем за них только наших однофамильцев. Наша ненависть к другим Симонне потому особенно сильна, что она не индивидуальна, она передается по наследству. У внуков к старости только и остается в памяти о других Симонне, как при их упоминании у дедов и бабок презрительно кривились губы. Почему они их презирали, внуки не знают. Они бы не удивились, если бы им сказали, что все началось с убийства. И продолжается это зачастую до тех пор, пока некая Симонне и некий Симонне, ни с какой стороны не будучи родственниками, не вступят друг с другом в брак. Альбертина мало того, что заговорила со мной Орбери Форестие и Сюзанне Делаш в приливе откровенности, который вызывается физической близостью, во всяком случае в первоначальную пору, с первых же слов, пока эта близость еще не успела породить специфического двуличия и внутренней отчужденностью, она рассказала одну историю, связанную с ее семьей и с дядей Андре. В Бальбеке она заявила, что я не услышу об этом от нее ни полслова, а теперь пришла к убеждению, что она ничего не должна от меня скрывать. Если б лучше ее подруга сказала ей обо мне что-нибудь нехорошее, она бы сочла своим долгом довести это до моего сведения. Я все напоминал ей, что пора идти, и в конце концов она ушла, но сконфуженная моей невежливостью, для того, чтобы вывести меня из неловкого положения, она смеялась принужденным смехом, как смеется хозяйка дома, которой вы явились в пиджаке и которая принимает вас, хотя это ее и коробит. «Что вы смеетесь?» спросил я. «Я не смеюсь, я улыбаюсь вам», ласково ответила Альбертина. «Когда же мы с вами увидимся?» спросила она, словно не допуская мысли, что то, что между нами произошло и что обычно воспринимается как завершение, не является прелюдией к большой дружбе, ибо наша дружба существовала давно, так что нам оставалось лишь открыться, признаться в своих дружеских чувствах, и только она одна и могла оправдать наше поведение. «Если позвольте, я при первой возможности за вами пошлю». Я не осмелился сказать ей, что наше свидание всецело зависит от моей встречи с госпожой Стермарья. «К сожалению, это будет для вас неожиданно», заметил я. «Заранее я ничего не могу сказать. Можно будет за вами послать в первый же мой свободный вечер. Скоро это будет вполне возможно. Теперь у нас с моей тетей общий ход, а потом у меня будет отдельный, но пока это невозможно. На всякий случай я зайду к вам завтра или послезавтра днем. Вы меня примете, только если я вам не помешаю». Дойдя до двери, Альбертина, удивленная тем, что я не иду провожать ее дальше, подставила мне щеку, ей казалось, что теперь уже для поцелуя не нужно грубого физического желания. Так как иногда в основе коротких отношений, которые только что возникли между нами, лежат душевные близости, союз сердец, то Альбертина сочла нужным к поцелуям на кровати прибавить что-то еще, что-то мгновенное. Тут Альбертина сходилась со средневековыми министрелями, для которых поцелуи являлись всего лишь выражением чувства, какое питали друг другу рыцарь и его дама. Когда от меня ушла юная пикардийка, которую мог бы извоять скульптор на паперте Андрея Первозванного в полях, Франсуаза принесла мне письмо, и оно меня очень обрадовало, потому что это было письмо от госпожи Дестер-Марья, которая принимала мое приглашение вместе поужинать в среду. Письмо от госпожи Дестер-Марья, то есть для меня больше, чем письмо от настоящей госпожи Дестер-Марья, письмо от той, о которой я мечтал весь день до прихода Альбертины. Какой-то чудовищный обман, любовь, но не та, какую мы любим женщину, существующую в действительности, а та, что заставляет нас играть с куклой, находящейся у нас в мозгу, впрочем, единственной, которая всегда в нашем распоряжении, единственной, которой мы будем обладать и которую произвол памяти, почти такой же неограниченной, как произвол воображения, может сделать такой же непохожей на женщину из действительного мира, как не похож был Бальбек настоящий на Бальбек моей мечты. И вот эту выдуманную женщину мы себе же на горе постепенно заставим принять облик настоящей женщины. Альбертина так меня задержала, что, когда я пришел к Маркизе де Вильпорези, спектакль уже кончился. Не испытывая особой охоты двигаться навстречу волне расходившихся гостей, которые обсуждали потрясающую новость, будто бы уже происшедший разрыв между герцогом и герцогиней германскими, я в ожидании, когда можно будет поздороваться с хозяйкой дома, сел во второй гостиной на свободный диванчик, и тут из первой, где она, вернее всего, сидела в первом ряду, выплыла величественная, крупная, рослая, в длинном желтом шелковом платье, которому были приколоты громадные черные маки, герцогиня. Ее появление меня уже не взволновало. Как-то положив мне руки на лоб, она всегда так делала, если боялась огорчить меня, и сказав, больше не выходи навстречу герцогине германской, ты стал притчей во языцах всего дома. Потом ты же знаешь, что бабушка опасно больна, право, у тебя есть дела поважнее, чем стоять столбом на дороге у женщины, которая над тобой издевается. Одним ударом точно гипнотизер, который возвращает вас из далекой страны, куда вас занесло ваше воображение и открывает вам глаза или словно врач, который, воззвав к вашему чувству долга и к чувству реальности, вылечивает вас от мнимой болезни, доставлявшей вам удовольствие. Мама пробудила меня чересчур долгого сна. На другой день я, излечиваясь, прощался с болезнью. Несколько часов к ряду я со слезами пел прощание Шуберта, прощай, хор дивных голосов зовет тебя в родной далекий край. И на этом я поставил точку. Я перестал выходить по утрам на прогулку, не сделав над собой ни малейшего усилия. И отсюда я вывел заключение, оказавшееся, как это выяснится, после ложным, что мне будет легко прекращать встречи с женщинами. Вскоре Франсуаза сообщила мне, что Жупьен, собираясь расширить свое заведение, подыскивает в этом же квартале помещение под мастерскую. И мне захотелось помочь ему. К тому же я так любил бродить по улице, светоносный шум, который, точно шум на берегу моря, долетал до меня, когда я еще лежал в постели, любил, проходя мимо молочных с поднятыми железными гординами, смотреть на молоденьких продавщиц с белыми рукавами. Поэтому я мог возобновить утренние мои прогулки. Совершенно бескорыстно, ведь я же отдавал себе отчет, что не ставлю своей целью увидеть герцогеню германскую. Так женщина, принимавшая все меры предосторожности, пока у нее был любовник, на другой же день после разрыва с ним всюду разбрасывает его письма, рискуя тем, что муж узнает об ее измене. Теперь, перестав изменять, она этого уже не боится. Мне становилось тяжело на душе, когда я узнавал, что почти во всех домах живут несчастные люди. Здесь женщина плачет, не осушая глаз, потому что муж обманывает ее. Там жена обманывает мужа. Вон в том доме мать труженицу избивает до полусмерти сын пьяница, а она старается не показывать вида соседям. Половина человечества плачет. И когда я, столкнувшись с этими людьми, обнаружил, что все недокрайности озлоблены, то невольно задал себе вопрос, так ли уж дурно поступают неверные мужья и жены, неверные только потому, что в законном браке счастья они не нашли, а со всеми остальными проявляющие себя как милые и порядочные люди. В скором времени предлог для моих утренних скитаний помощь Жупьену отпал. Мне сказали, что столяра краснодеревщика с нашего двора, мастерская которого отделялась от заведения Жупьена тонкой перегородкой, управляющей домом попросил съехать, потому что он очень стучал. Для Жупьена это был предел мечтаний. В мастерской имелся подвал, занятый столяром под склад и сообщавшийся с нашими погребами. Жупьен намеревался сложить в подвале уголь, а перегородку снести, так, чтобы получилось одно просторное помещение. Считая, что герцог германский назначил слишком высокую плату, он впускал осматривать освободившуюся мастерскую всех желающих, в надежде на то, что герцог, так и не найдя съемщика, в конце концов сбавит. А Франсуаза, обратив внимание, что даже после того, как осмотр помещения прекращался, привратник держит дверь в отдававшуюся в наймы мастерскую на Расперти, заподозрила ловушку. Жюпьян, где хочет заманить сюда выездного лакея германтов и его невесту, как в приют для их любви и застать их на месте преступления. Словом, хотя мне уже не надо было искать помещение для мастерской Жюпьяна, я опять начал гулять перед завтраком. Часто во время прогулок я встречал маркиза де Норпоа. Иногда, разговаривая со своим сослуживцем, он смотрел на меня изучающим взглядом, а затем обращал взгляд на собеседника, не улыбнувшись в ней, даже не поздоровавшись, как будто бы мы с ним не знакомы. Ведь, когда такие большие дипломаты как-то особенно смотрят на вас, то они хотят дать вам понять не то, что они вас видели, а то, что они вас не видели, и что они говорят со своими сослуживцами о каком-нибудь важном деле, высокая женщина, с которой я часто встречался около нашего дома, была менее сдержана, хотя мы с ней были незнакомы, она оборачивалась, поджидала меня, без толку у витрин, улыбалась такой улыбкой, как будто хотела поцеловать меня, делала движение, выражавшее готовность отдаться. Если же встречала кого-нибудь из своих знакомых, то делала вид, что не замечает меня. Давно уже во время этих утренних походов я избирал, куда бы ни шел, хотя бы за какой-нибудь газетенкой, кратчайший путь. Избирал, не жалея, если он уводил меня от направления, раз навсегда принятого для своих прогулок герцогиней. Если же наоборот наши пути должны были сойтись, то я не колебался и не лукавил самим собой, так как этот путь уже не казался мне запретным, на котором я добивался милости, наперекор желанию этой жестокой женщины посмотреть на нее. Но я не ожидал, что мое выздоровление, благодаря которому я стал относиться к ней просто, произведет одновременно такую же работу и в ней, и что она будет со мной приветлива и дружелюбна, в чем я уже не нуждался. До сих пор соединенные усилия всего мира, направленные на то, чтобы сблизить нас, не преодолели бы сопротивление злой судьбы, которую угодно было, чтобы моя любовь к герцогине оказалась несчастной. По велению фей, более могущественных, чем люди, в таких случаях все бессильно до тех пор, пока наше сердце со всею искренностью не скажет «я больше не люблю». В свое время я был в обиде на Сен-Лу за то, что он не ввел меня в дом к своей тетке, но он, как и всякий другой, был невластен разрушить чары. Пока я любил герцогиню германскую, если другая женщина была со мной обходительно, говорила приятные слова, то мне становилось досадно, не только потому, что это не она, но и потому, что она об этом даже не подозревала. А если бы и знала, то мне от этого не было бы никакого проку. В любви отлучка, отказ от приглашения на ужин, неумышленная бессознательная суровость даже в отдельных случаях значат больше, чем какая угодна косметика и самое нарядное платье. Счастливцами в любви могли бы быть только те, кому удалось бы овладеть искусством быть счастливым. Проходя по гостиной, где был я, и думая, быть может, о неизвестных мне друзьях, которых она надеялась встретить на другом вечере, герцогиня германская увидела, что я сижу на диванчике, по-настоящему равнодушный, приветливый настолько, насколько этого требовала вежливость, меж тем, как в пору моей влюбленности я тщетно пытался напустить на себя равнодушие. Она круто повернулась, подошла ко мне, и черты ее вновь обрели улыбку, какую она улыбалась в опере, и которую теперь не сгоняло с ее лица гнетущее сознание, что тебя любит тот, кого ты не любишь. Не надо, не вставайте. Можно я присяду на минутку, спросила герцогиня, грациозным движением приподняв такую широкую юбку, что она могла бы занять весь диванчик. Выше меня ростом, сейчас казалось еще покрупневшее благодаря ширине платья, герцогиня едва касалась меня изумительно красивой голой рукой, вокруг которой, как будто бы все время, курился золотистым дымком еле заметный сплошной пушок и белокурыми завитками волос, обивавших меня своим ароматом. На диванчике нам вдвоем было так тесно, что герцогиня не могла ко мне повернуться и была вынуждена смотреть прямо перед собой. Лицо же ее приняло выражение мечтательное и ласковое, как на портрете. «Вы что-нибудь знаете о Робери?» спросила она. В гостиную вошла маркиза до Вильпризи. «Вовремя же вы милостивый государь, а ведь вы и так у меня редкий гость». Заподозрив, быть может, что у меня с ее племянницей отношения более близкие, чем она предполагала, маркиза молвила, «Ну, я не буду мешать вам беседовать с Орианой. Надо заметить, что услуги сегодня входят в обязанности хозяйки дома. Не хотите ли отужинать у меня вместе с ней в среду?» «В среду я должен был ужинать с госпожой Дестер-Марья и поэтому отказался. А в субботу?» В субботу или воскресенье я ждал маму и с моей стороны было бы не очень вежливо в эти вечера ужинать не дома. Я опять отказался. «С вами не сговоришься». «Отчего вы никогда ко мне не зайдете?» спросила герцогиня Германская, как только маркиза де Вильпорези пошла благодарить артистов и преподносить диве букет роз, вся ценность которого заключалась в том, от кого он, а стоил букет не более двадцати франков. Это была высшая плата, которую получали только те артисты, которых маркиза приглашала к участию в одном каком-нибудь представлении. Постоянные участники ее утренников и вечеров получали в подарок розы и ею нарисованные. Скучно встречаться только в чужих домах. «Если вы не хотите поужинать со мной у моей тети, почему бы вам не прийти поужинать ко мне?» Некоторые под разными предлогами очень засидевшиеся, но в конце концов все же расходившиеся гости, увидев, что герцогиня беседует с молодым человеком, сидя на таком узком диванчике, на котором могли уместиться только двое, решили, что их вели в заблуждение, что на разрыве настаивает герцог, а вовсе не герцогиня, настаивает из-за меня. Эту новость они поспешили распространить. Я лучше, чем кто-либо знал, что это неправда. Но меня все-таки удивило, что в тот трудный период, когда полного разрыва еще нет, герцогиня мало того, что не ищет уединения, но приглашает к себе мало знакомого человека. Я решил, что она раньше не принимала меня, единственно, потому что герцог был против, а что теперь, когда он от нее уходит, ей никто не мешает окружать себя приятными ей людьми. Еще за две минуты до разговора с герцогиней я бы обомлел, если бы кто-нибудь сказал мне, что герцогиня германская хочет позвать меня к себе, да не просто так, а на ужин. Я прекрасно знал, что в салоне германтов нет отличительных особенностей, какие мерещились мне в самом этом имени, но в силу того, что он был мне недоступен, я рисовал его себе похожим на салоны, которые описываются в романах, или которые я видел во сне, и хотя я и был убежден, что он такой же, как все, в моем воображении он представал совсем другим. Между мной и салоном германтов стояла преграда, за которой кончалось реальное. Поужинать у германтов это было все равно, что совершить давно желанное путешествие, явить чаемое взору, слить сознание с грезы. В лучшем случае я мог рассчитывать на то, что речь идет об одном из ужинов, на который хозяева дома приглашают так, приходите, кроме вас ни одной души не будет, так что можно подумать, что это не им страшновато ввести парию в среду своих приятелей, а самому парии страшновато оказаться в этой среде. Мало того, что они пытаются карантин изгоя декабря, обласканного неожиданного для него самого, превратить в завидную привилегию, которой у них пользуются только самые близкие друзья. В словах же герцогини германской, как бы открывавшей моим глазам лазоревую красоту приезда к тетке Фабриция и чудо знакомства с графом Моской, я напротив почувствовал, что герцогине хочется угостить меня лучшим, что у нее есть. Тетки Фабриция, то есть Сан-Северини, героиня романа Стендаля «Пармская обитель». Граф Моска, персонаж Пармской обители, друг Сан-Северины. Вы не могли бы в пятницу провести у меня вечер в тесном кругу? Вот было бы славно. Ко мне должна приехать принцесса Пармская, очаровательная женщина, ведь у меня единственная цель познакомить вас с милыми людьми. Если в средних слоях общества, неустанно стремящихся вверх, семейные связи оборваны, то в слоях неподвижных, вроде мелкой буржуазии и родовитой знати, которой некуда возвышаться, потому что с ее точки зрения на дне ничего больше нет, семейные связи напротив играют важную роль. Благодаря тому, что тетя Виль Паризи и Робер проявляли по отношению ко мне дружеские чувства, я сам того не подозревая, возможно, стал для герцогини германской, а потом и для ее друзей, варившихся в собственном соку и вращавшихся в одном кругу предметом любопытствующего внимания. Герцогини ежедневно доставляли о Маркизе и Робере сведения узкосемейного характера, неинтересные сведения, совсем не такие, которые рисуются нашему воображению, но вот если эти сведения касаются и нас, то наши поступки не вынимают, как соринку, попавшую в глаз, от них не освобождаются, как освобождаются от капли воды, попавшей в дыхательное горло. Они даже иногда отпечатываются в памяти, их обсуждают, они говорят годами, когда мы сами-то давно о них позабыли, говорят у кого-нибудь в доме, где мы их находим с таким же удивлением, с каким обнаружили бы наше письмо в драгоценной коллекции автографов. Обыкновенные светские люди иногда борются с наплывом посетителей, но у германтов такого наплыва не было. Люди им далекие почти никогда не появлялись у них в доме. Решив кого-либо приблизить к себе, герцогиня не интересовалась тем, какое положение занимает этот человек в обществе, потому что положение создавала она, а само это лицо было невластно чем-либо его улучшить. Ей важны были только высокие душевные качества, а от маркизы де Виль Порези и от Сен-Лу она слышала, что таковыми качествами я обладаю. И, конечно, она бы им обоим не поверила, если бы не убедилась, что им не удается залучить меня к себе, когда им этого хочется, и что, следовательно, я светом не дорожу, а это в глаза герцогини являлось признаком того, что данное лицо принадлежит к числу милых людей. Надо было видеть, как менялось в герцогине лицо, если в связи с, предположим, ее невесткой называли имя кого-нибудь из женщин, которых она недолюбливала. «О, она очаровательна!» с насмешливой уверенностью восклицала герцогиня. Единственной причиной для иронии служило для герцогини то, что эта дама не захотела знакомиться с маркизой де Шосгро и с принцессой Селестрийской. Она никому не говорила о том, что дама не пожелала знакомиться и с ней, герцогиней германской, но дама действительно не пожелала, и герцогиня все ломала себе голову отчего это она уклоняется от знакомств. Ей безумно хотелось, чтобы та ее позвала. Светские люди привыкли к тому, что с ними ищут знакомства, и потому те, кто к этому не стремится, представляются им чудом природы и сильно задевают их любопытство. В самом ли деле герцогиня германская после того, как я ее разлюбил, звала меня к себе, потому что я не домогался сближения с ее родственниками, хотя они добивались сближения со мной, не знаю. Во всяком случае, надумав позвать меня, она решила дать мне возможность насладиться всем, что могло представлять интерес, и устранить тех своих друзей, из-за которых я бы еще раз к ней не пришел, и кого она сама считала скучными. Когда она, отклонившись от своей орбиты, села рядом со мной и позвала меня на ужин, я не мог объяснить себе, почему она изменила свой путь. Причины этого были мне непонятны, ведь у нас же нет особого чувства, которое открыло бы нам их. Мы воображаем, что люди, которых мы знаем плохо, как я, герцогиню, вспоминают о нас лишь в редкие мгновения встреч, а между тем мысль, что они совершенно о нас забывают, глубоко ошибочно. Когда в тиши одиночество, напоминающие тишину лунной ночи, мы рисуем себе, как царица света, движутся по небу бесконечно далеко от нас, мы невольно вздрагиваем от испуга или от удовольствия, когда на нас падают, словно аэролиты, на которых высечено наше имя, хотя мы полагали, что ни на Венере, ни на Кассиопе его не знают, приглашение на ужин или же сплетня. Быть может, в подражании персидским царям, которые, как об этом сказано в книге Эсфири, заставляли читать вслух памятную книгу, куда были вписаны имена подданных, которые выказали им особую преданность, герцогиня германская, просматривая список людей порядочных и, дойдя до меня, говорила себе, надо его пригласить на ужин, но ее отвлекали другие мысли. Так быстро государь делам теряет счет, что новые всегда вчерашним предпочтет. Вплоть до того мгновения, когда она увидела, что я сижу один, подобно Мордахею, у врат дворца, вот тогда-то память ее ожила, и, как персидскому царю, ей вздумалось осыпать меня милостями. Сказано в книге Эсфири, имеется в виду рассказанный в Библии эпизод. Персидский царь заставляет слугу читать перед ним памятную книгу дневных записей. Так быстро государь, слова Ассура из трагедии Росина Эсфирь. Подобно Мордахею врат дворца, имеется в виду библейский эпизод из книги Эсфири. Тут я должен заметить, что после того, как герцогиня германская поразила меня своим приглашением, я снова пришел в изумление, но уже другого рода. Мне казалось, что скромность и чувство признательности требуют от меня, чтобы я не только не скрывал это первое свое изумление, но, напротив, при увеличенных выражениях высказал, как я рад. Герцогиня германская собиралась идти на другой вечер. Она сказала, словно оправдываясь и боясь, как бы я ни подумал о ней плохо, до того я был удивлен ее приглашением. Вы же знаете, что я тетка Робера де Сенлу, он вас очень любит, да и потом мы с вами уже встречались здесь. Я ответил, что мне это известно, и добавил, что я знаком из Де Шарлю, и что он был очень внимателен ко мне в Бальбеке и в Париже. Должно быть, это удивило герцогиню германскую. Взгляд ее, словно для проверки, обратился к началу внутренней книги. Как вы знакомы с Паламедом? Это имя прозвучало в устах герцогини германской как-то особенно нежно, благодаря ненаигранной простоте тона, каким она говорила об этом блестящем человеке, который для нее был всего лишь деверем, родственником, другом детства. В то неясное, серое, чем рисовалась мне жизнь герцогини германской, имя Паламед как бы вносило лучезарность долгих летних дней, когда она в Германте девочки играла с Паламедом в саду. И вот еще что. В ту давно протекшую пору их жизни Ариана Германская и ее родственник Паламед были совсем другие. Де Шарлю увлекался тогда искусством, а потом сумел укротить эту свою страсть. Я был ошеломлен, когда узнал, что он нарисовал желтые и черные ирисы на огромном веере, который в эту минуту раскрывала герцогиня. Она могла бы показать мне также сонатину, которую он сочинил для нее. Я и не подозревал, что барон обладает такими талантами. Он никогда со мной об этом не говорил. Между прочим, Де Шарлю был не в восторге от того, что в семье его зовут Паламед. Что ему не нравилось, когда его называли Меме, это еще можно понять, ази дурацкие уменьшительные доказывают, что аристократия ничего не смыслит в эстетике своих имен. Впрочем, такое же непонимание обнаруживают и евреи, племянника леди Руфус Израэльс, Моисея, обычно звали в обществе Му-Му, и что она старается не показывать виду, что придает значение аристократизму. А у Де Шарлю было больше поэтического воображения и показной гордости, но Меме он не любил по другой причине, ведь ему же не нравилось и красивое имя Паламет. Дело в том, что считая себя отпрыском славного рода, зная, наверное, что он к нему принадлежит, он предпочел бы, чтобы брат и невестка называли его Шарлю, подобно тому, как королева Мария Амелия или герцог Орлянский могли называть своих сыновей, внуков, племянников и братьев Жон-Виль, Немур, Шартр, Париж. Имеются в виду члены французской королевской фамилии Орлянская династия принц Жон-Вильский, герцог Немурский, 1814-1896 годы, сын Луи Филиппа, герцог Шартрский и граф Парижский, 1838-1894 годы, брат последнего. Какой молчун этот меме, воскликнула герцогиня. Мы много говорили ему о вас, он сказал, что был бы очень рад с вами познакомиться, и при этом у него был такой вид, как будто он никогда с вами не встречался. Ведь правда же он со странностями? Конечно, это не очень хорошо так говорить о девере, которого я обожаю, который меня восхищает своими редкостными душевными свойствами, но ведь правда же у него не все дома. То, что герцогиня применила это выражение к Де Шарлю, поразило меня. И тут я подумал, что некоторые черты Де Шарлю быть может объясняются тем, что он не вполне нормален, например, его ликование при мысли, что он предложит блоку отколотить родную мать. Я вспомнил, что не только в том, о чем он говорил, но и в том, как он говорил, проступала некоторая его странность. Когда мы в первый раз слушаем адвоката или актера, на нас производит сильное впечатление их тон, совершенно не похожий на тон разговорной речи. Но, уверившись, что окружающий находит его вполне естественным, мы никому не признаемся, что изумлены, не признаемся даже самим себе. Мы довольствуемся тем, что оцениваем силу таланта. В крайнем случае мы подумаем, глядя на актера французской комедии, почему он не уронил поднятую руку, а опускал ее легкими рывками, с частыми перерывами не меньше десяти минут. Или, слушая кого-нибудь вроде Лабори, почему, как только он откроет рот, из его груди льются неожиданные и трагические звуки, хотя говорит он о самых простых вещах. Лабори Фернан, 1860-1917 годы, французский адвокат, защищавший Дрейфуса и Золя. Но поскольку все считают, что так и нужно, то и нас это не коробит. Вдумавшись, люди убеждали, что и Дешарлю говорит о себе велеречиво необычным тоном. Казалось, в любую минуту его могут спросить, почему вы так кричите, почему вы так заносчивы. Однако все, словно по молчаливому уговору, сходились на том, что так и должно быть. И мы вступали в хоровод восторгавшихся разглагольствованиями Дешарлю. Ну, конечно, человеку с ним незнакомому иной раз могло показаться, что это вопль умоиступленного. А вы уверены, спросила герцогиня тоном, в котором грубоватость сочеталась с простотой, что не спутали, что вы действительно имеете в виду моего девяре Паламеда. Он из всего любит делать тайну, но это уж чересчур. Я ответил, что твердо уверен, и что должно быть, Дешарлю не расслышал моего имени. Итак, я с вами прощаюсь, словно бы с грустью молвила герцогиня германская. Мне нужно на минутку заехать к принцессе Делинь. Вы к ней не заглянете, нет? Вы не любите бывать в свете. Вы совершенно правы, это не сносно. Ах, если бы у меня не было обязанностей, но ведь мы с ней в родстве, неудобно. Мне жаль, что вы там не бываете, чисто эгоистически. Я бы вас отвезла и даже привезла обратно. Ну, до свидания. Надеюсь, до пятницы. До пятницы. В первом издании было до среды, затем Пруст внес это исправление, которое мы и воспроизводим. Но писатель и тут ошибся. Ужин у германтов, о котором идет речь, состоялся в четверг. Что де Шарлю было стыдно за знакомство со мной перед графом Даржанкуром, это еще туда-сюда, но что он постеснялся признаться, что знает меня своей невестке, которая о нем такого высокого мнения, хотя ничего удивительного в этом знакомстве нет, поскольку я хорош с его теткой и его племянником, это не укладывалось меня в голове. Не могу не отметить, что в известном смысле герцогини германской было свойственно величие духа, проявлявшееся в том, что она раз навсегда вычеркивала из памяти все, что другие не могли забыть прочно. Теперь она была по отношению ко мне так благородна, так непринужденно любезна, как будто прежде я никогда не надоедал ей, не преследовал ее, не выслеживал во время ее утренних прогулок, как будто своими ежедневными поклонами я не вызывал у нее нескрываемого раздражения, как будто ей не приходилось отмахиваться от Сен-Лу, когда тот умолял ее позвать меня к себе. Она не поминала прошлое, не прибегала к полусловам, к двусмысленным улыбкам, к намекам. В теперешней ее приветливости, свободной от оглядок назад, от недомолвок, было что-то горделиво прямолинейное, напоминавшее величественную ее осанку. Более того, все недобрые чувства, какие она питала к кому-либо раньше, рассыпались в прах, и прах этот был так далеко отброшен от ее памяти или, во всяком случае, от ее поведения, что у всех, кто смотрел на ее лицо, когда ей приходилось самым милым видом обходить острые углы, между тем, как у многих других эти острые углы могли бы оставить холодок или же вызвать град упреков, появлялось такое ощущение, как будто они духовно очистились. Я был удивлен тем, как изменилось ее отношение ко мне, но во много раз сильнее я был удивлен тем, что еще больше изменилось мое отношение к ней. Давно ли я ощущал в себе душевную бодрость, только когда вынашивал новые планы, думал о том, кто бы мог ввести меня к ней, и после этой первой радости доставил бы еще много других моему становившемуся все более требовательным сердцу. Только полная безвыходность моего положения погнала меня в донсьер Кроберу де Сенлу, а теперь его письмо взволновало меня, но из-за госпожи Дестер-Марья, а не из-за герцогини германской. Закончим описание этого вечера тем, что несколько дней спустя произошло связанное с ним событие, повергшее меня в немало изумления и временно поссорившее с Блоком. Событие, в котором сказалось одно из тех любопытных противоречий, объяснение, коим читатель найдет в конце этого тома. Содом, часть первая. В конце этого тома. Как известно, в первом издании романа у германтов, во втором его томе была напечатана первая часть следующей прустовской книги романа Содом и Гаморра. В полных изданиях цикла «В поисках утраченного времени» эта часть печатается обычно в составе Содома и Гаморры, поэтому ссылка Пруста на конец тома неверна. Итак, у маркиза де Вильпаризи Блок в разговоре со мной все хвастался благорасположенностью к нему де Шарлю. Встречаясь с Блоком на улице, де Шарлю смотрел на него как на знакомого или как будто ему захотелось с ним познакомиться и как будто он отлично знал, что это Блок. Сперва я не мог не улыбнуться, ведь Блок с такой злобой говорил о де Шарлю в Бальбеке. Я подумал, что Блок знает барона, не будучи с ним знаком, как отец Блока знал Бергота. А приветливый взгляд барона мог быть всего лишь взглядом рассеянным, но Блок рассказывал о встречах с де Шарлю в таких подробностях, по-видимому, он был так уверен, что несколько раз де Шарлю хотел даже подойти к нему, что, вспомнив, как расспрашивал меня барон о моем товарище, когда мы с Бароном шли от маркизи до Виль-Паризи, я решил, что Блок не лжет, что де Шарлю знает, как его фамилия, осведомлен о том, что мы с Блоком приятели и так далее. Поэтому некоторое время спустя в театре я попросил у де Шарлю разрешения познакомить его с Блоком и, получив согласие, пошел за моим приятелем. Но как только де Шарлю увидел Блока, лицо его приняло изумленное выражение, а изумление сменилось дикой злобой. Мало того, что он не подал ему руки, всякий раз, когда тот к нему обращался, он отвечал ему с заносчивым видом, раздраженным, оскорбительным тоном. Таким образом, Блок, которому, по его словам, барон до этого вечера всегда приветливо улыбался, пришел к убеждению, что я только напортил ему во время краткого разговора, который я завел с де Шарлю, зная, что он человек церемонный, и что, прежде чем подвести к нему моего товарища, я должен сказать ему о нем несколько слов. Блок отошел от нас обессиленный, как будто только что ехал на лошади, которая каждую секунду могла понести, или плыл против волн, отбрасывавших его на каменистый берег, и потом полгода не разговаривал со мной. Дни, остававшиеся до ужина с госпожой Дестер-Марья, были для меня днями не радостными, а нестерпимыми. Вообще, чем короче время, отделяющее нас от того, что мы задумали, тем дольше оно тянется, потому что мы прилагаем к нему укороченные мерки, или просто потому что мы его измеряем. Говорят, что папство ведет счет на столетие, а быть может оно и вовсе не считает времени, потому что его цель в бесконечности. Моя цель находилась на расстоянии всего-навсего трех дней, я вел счет на секунды, воображение представляло мне начало ласк, тех ласк, при мысли о которых мужчина приходит в бешенство, от того, что сейчас с ним нет женщины, которая довела бы их до конца, именно этих ласк, а не каких-либо других. Если верно, что трудность достичь того, чтобы желание исполнилось, неизменно усиливает это желание, трудность, а не невозможность, ибо невозможность убивает его, то уверенность, что желание чисто физическое осуществится скоро и в назначенный час, действует не менее возбуждающе, чем неуверенность. Человек, не сомневающийся, мучается в ожидании неизбежного наслаждения почти так же, как в сомневающийся, потому что наслаждение превращает ожидание в бесчетное повторение наслаждения, и многократно эти предвосхищения делят время на такие же тоненькие ломтики, на какие разделила бы его тоска. Я стремился к обладанию госпожой Дестер-Марья, так как несколько дней подряд мои желания с неослабевающим усердием подготовляли в мечтах это наслаждение, именно это. А к другому, к наслаждению с другой женщиной, я не был готов, ибо наслаждение есть не что иное, как исполнение предшествующего ему желания. А желание не всегда одинаково, оно меняется в зависимости от бесчисленных прихотей мечты, от случайных воспоминаний, от возбужденности, от того, в каком порядке располагаются прежние наши желания, ибо те, которые были удовлетворены позднее других, отдыхают, пока хотя бы частично не забудется разочарование, связанное с удовлетворением. Я уже свернул с большой дороги желаний вообще и далеко зашел по тропе определенного желания. Чтобы захотеть свидания с кем-нибудь еще, мне надо было бы слишком долго идти назад до большой дороги, а потом сворачивать на другую тропу. Обладать госпожой Дестер-Марья на острове в Булонском лесу, куда я пригласил ее ужинать, вот о каком наслаждении я все время мечтал. Само собой, разумеется, я бы не испытал никакого наслаждения, если бы поужинал на острове один, но, пожалуй, оно было бы значительно ослаблено, даже если бы я поужинал с госпожой Дестер-Марья, но где-нибудь еще. Ведь сперва мы представляем себе обстановку, в которой нам предстоит насладиться, а уж потом женщину, разряд женщин, которые к этой обстановке подходят, ими распоряжаются обстановка и место. Вот почему в прихотливое наше воображение возвращается такая-то женщина, вслед за ней такая-то местность, затем комната, а при иных условиях мы бы ими, наверное, не пленились. Дочери обстановки иные женщины непредставимы без большой кровати, на которой лежа рядом с ними мы обретаем покой, а другие, вызывающие у нас желание более интимных ласк, требуют, чтобы трепетали листья, чтобы в потьмах плескалась вода, эти также изменчивы и призрачны, как и окружающая их обстановка. Конечно, задолго до того, как пришло письмо от Сен-Лу, когда я и не помышлял о госпоже Дестер-Марья, мне уже казалось, что остров в Булонском лесу создан для наслаждения, ведь я же ходил туда упиваться грустью от того, что мне он не служил приютом для Нек. По берегам озера, которые доведут вас до острова и по которым в самом конце лета гуляют парижанки, если только они еще не уехали, по берегам озера, уже не зная, где она, не зная, даже в Париже ли еще она, вы бродите в надежде встретить девушку, в которую вы влюбились на последнем балу в этом сезоне, и с которой вы больше не увидитесь ни на одной вечере до будущей весны. Чувствуя, что любимая не сегодня-завтра уедет, вы идете по берегу волнующегося озера, по красивой аллее, где первый красный лист цветет, как последняя роза, вглядываетесь вдаль, где, как следствие приема обратного тому, что применяется в панорамах, под куполом которых восковые фигурки на первом плане сообщают раскрашенному полотну за ними и видимость глубины и объемности, Ваш взгляд, сразу переходя от разделанного парка к естественным высотам Медона и горе Валерьен, не знает, где провести границу и вставляет сельскую местность прямо в творчество садовода. Красоту же искусственную выносят далеко за черту парка. Так диковинные птицы, выращенные в зоологическом саду на воле, каждый день по прихоти воздушных своих прогулок вносят даже в соседние леса экзотическую ноту. Медон, местечко под Парижем, гора Валерьен, возвышенность под Парижем в стране Булонского леса. После заключительного летнего увеселения и до начала зимнего изгнания вы с тоской пробегаете по романическому этому царству неверных встреч и сердечной грусти, и вы были бы также удивлены, окажись оно за пределами географической вселенной, как если бы в Версале вы поднялись на площадку обозрения, вокруг которой клубятся облака на голубом небе, какое любил писать Вандер Меллен. И, очутившись таким образом вне природы, узнали бы, что там, где она опять начинается, в конце Большого канала, деревни, которых не разглядишь в слепящей, как море, дали, называются Флерюс и Нимвеген. Вандер Меллен Антуан 1634-1690 годы Фламандский художник-баталист Он был приглашен во Францию и запечатлел в Больших Полотнах многие сражения, в которых участвовал Людовик XIV. Флерюс У этой бельгийской деревни в 1690 году произошло большое сражение. Французы одержали победу над прусской армией. Нимвеген У этого голландского городка также происходили сражения, но он более знаменит двумя подписанными здесь мирными договорами. В 1678 году тут был заключен мир между Францией и Голландией. В 1679 году между Францией, Испанией, Австрией, Швецией. К этому месту текста Пруст сделал дополнение, намереваясь развить тему ожидания встречи. Ниже следующее добавление в Гранках не вошло, однако, в окончательный текст. Проезжают последние экипажи. Она уже не придет. И тут испытываешь тоску от того, что находишься среди этих красивых деревьев, как будто среди ее друзей, там, где она и не подозревает, что мы ее ждем, там, где мы уже не встретим ее сегодня. А они, эти деревья, в полном бессилии, трепещущем в каждом их листочке от малейшего приближения ветра, выходя группами на склоны, спускающиеся к озеру, или стараясь держаться в сторонке, напоминают отвергнутых любовников, чьи руки превратились в сучки в тот самый момент, когда они собирались сжать в объятиях неба или обнять воду. А когда уехал последний экипаж, и у вас больно сжалось сердце от того, что она уже не придет, вы направляетесь на остров ужинать. Над колышущимися тополями, хотя до конца и не причастными к тайнам вечера, но беспрестанно о них напоминающими, от розового облака ложится последний отцвет жизни, но миротворенное небо. Капли дождя бесшумно падают на воду, древнюю, но от божественного своего младенчества, сохранившую свою желтизну и мгновенно забывающую обличие цветов и облаков. А после того, как герани, уярчившие свою окраску, истощат силы в борьбе со сгустившимися сумерками, туман обволакивает засыпающий остров. Вы гуляете в сырой темноте над водой, а на воде вас в крайнем случае удивит беззвучно проплывающий лебедь. Так на ложе сна удивляет, как будто вы крепко спавший ребенок, своими широко раскрывшимися на мгновение глазенками и своей улыбкой. В такие минуты вы особенно остро чувствуете свое одиночество. Вам может показаться, что вас занесло на край света. Вот почему вы так страдаете от того, что с вами нет вашей возлюбленной. Но как же был бы я рад увезти госпожу Дестер Марьяна этот остров, даже и летом часто окутываемый туманом, именно теперь, в плохую погоду, в конце осени. Если бы наставшее воскресенье ненастье и не превратило страны, где обитало мое воображение, в сероватые, в морские, подобно тому, как в другие времена года они становились благовонными, светозарными, итальянскими, надежда несколько дней спустя обладать госпожой Дестер Марья могла бы по двадцать раз в час опускать завесу тумана в моем однотонно унылом воображении. Как бы то ни было, благодаря туману, вставшему вчера и над Парижем, я не только мысленно жил в родном краю молодой женщины, которую я пригласил, но так как туман, вероятно, еще плотнее, чем город, облег вечером Булонский лес, особенно озеро, я надеялся еще и на то, что на лебедином острове мне привидится что-то от островов Британии, морской, мглистый воздух, который всегда как бы облегал в моих глазах неясный силуэт госпожи Дестер Марья. Когда мы молоды, когда мы находимся в том возрасте, в каком я гулял по направлению к Мезиглизу, наше желание, наша вера, безусловно, придают одежде женщины неповторимость, неизменность. Мы гонимся за действительностью, она от нас ускользает, но в конце концов мы замечаем, что за всеми нашими безуспешными попытками, обнаружившими небытие, все же существует нечто прочное, как раз то, что мы искали. Мы начинаем различать, познавать то, что мы любим. Мы стремимся раздобыть его хотя бы и при помощи уловки, и вот тут-то, когда вера иссякает, при посредстве добровольного самообмана ее заменяет одежда. Ведь я же знал, что в получасе езды от дома я не найду Британии. Но, гуляя под руку с госпожой Дестер-Марья во мраке острова над водой, я поступил бы, как те, что, не имея возможности пробраться в монастырь, перед тем, как овладеть женщиной, надевают на нее одежду монахини. У меня даже были основания надеяться, что мы с госпожой Дестер-Марья услышим завтра шум волн, потому что сегодня было ветрено. Перед тем, как поехать на остров заказать кабинет, хотя в это время года остров безлюден и ресторан пустует, и выбрать меню для завтрашнего ужина, я только было сел бриться, как вдруг Франсуаза объявила, что пришла Альбертина. Я велел привезти ее сюда. Теперь мне было все равно, что меня увидит небритым, та, в присутствии которой, когда мы встречались в Бальбеке, я оказался себе некрасивым, и которая тогда стоила мне таких же хлопот и волнений, как за последнее время госпожа Дестер-Марья. Мне ужасно хотелось, чтобы у госпожи Дестер-Марья осталось самое лучшее впечатление от завтрашнего вечера. Поэтому я попросил Альбертину немедленно отправиться со мной на остров и помочь мне составить меню. Ту, которой отдавал все, так быстро заменяет другая, что сам удивляешься, как можешь ты ежечасно отдавать ей то новое, что в тебе рождается, без всяких надежд на будущее. Когда я обратился к Альбертине с просьбой, я прочел на ее розовом улыбающемся лице под плоской надвинутой на глаза шапочкой легкое колебание, и, видимо, у нее были другие планы. Как бы то ни было, она к моему большому удовольствию легко пожертвовала ими ради меня. Мне было очень важно, чтобы со мной была молодая хозяйка, которая гораздо лучше меня сумеет заказать ужин. Нет никакого сомнения, что в Бальбеке Альбертина значила для меня нечто совсем другое. Но близость наша с женщиной, в которую мы влюблены, хотя бы мы с самого начала и не считали ее особенно тесной, создает между ней и нами, несмотря на неполноту, от которой мы тогда страдали, общность. И общность эта переживает нашу любовь и даже воспоминания о нашей любви. А когда женщина становится для нас всего-навсего средством, путем к другим женщинам, и наша память раскрывает нам тот особый смысл, какой имело ее имя для другого существа, которое мы представляли собой прежде, то это нас удивляет и забавляет нисколько не меньше, чем если бы мы, приказывая кучеру везти нас на бульвар Капуцинок или на паромную улицу, и думая только о человеке, к которому мы едем, вдруг догадались, что название одной из этих улиц происходит от монахинь Капуцинок, монастырь которых когда-то на ней стоял, а название другой от парома, перевозившего через сену. Моя тяга к Бальбеку, конечно, не могла не придать телу Альбертины такую зрелость, не могла не наполнить ее такой сочной и сладостной свежестью, что когда мы с Альбертиной шли по лесу, и ветер, как рачительный садовник, стрясывал с деревьев плоды и подметал палый лист, я говорил себе, если пачи чаяния сену ошибся, или я не так понял его письмо и мой ужин с госпожой Дестер-Марья окончится ничем, то я поздним вечером вызван в свидание Альбертину, чтобы в течение часа, всецело посвященного сладострастию, держа в руках тело, чью прелесть, которую оно теперь изобиловало, мое любопытство когда-то оценивало, взвешивало, забыть волнение, которое я испытывал в связи с началом моей любви, госпожа Дестер-Марья и ту горечь, какую оно может быть оставит во мне. Но, предполагая, что госпожа Дестер-Марья ни в чем не проявит своей благосклонности, я плохо представлял себе, как я проведу с ней вечер. Я знал по опыту, как две стадии нашей любви к женщине, которой мы вожделели, еще не познакомившись с ней, любя не столько ее самое, ибо она для нас все еще оставалась почти загадкой, сколько ее своеобразный быт, как эти две стадии причудливо отражаются в области фактов, то есть уже не в нас самих, а в наших свиданиях с ней. Околдованной поэзии, которую она олицетворяет для нас, мы еще ни разу не поговорив с ней, все-таки сомневаемся, она это или нет. И вот уже наши мечты сосредоточиваются вокруг нее, сливаются с ней. Первое свидание, которое нам предстоит в скором времени, должно было бы отразить эту вспыхнувшую любовь. Ничуть не бывало. Точно есть необходимость в том, чтобы прошла первоначальную стадию и бытовая сторона жизни, мы уже, любя женщину, говорим с ней о всяких пустяках, мне просто показалось, что вам должно понравиться на острове, потому-то я вас сюда и пригласил, я ведь не собираюсь с вами говорить ни о чем серьезном, но только здесь сыро, как бы вы не простудились, нет, что вы этого говорите из вежливости, четверть часа я не буду к вам приставать, так уж и быть, мерзнете, но через четверть часа я вас отсюда увезу, я не хочу, чтобы вы из-за меня схватили насморк. И мы ее молча увозим, и в памяти у нас ничего от нее не остается, кроме разве особенного выражения лица, но думаем мы только о том, как бы с ней свидеться. А во время второй встречи, до которой из нашей памяти уплывет даже выражение ее лица, единственное воспоминание о ней, но до которой мы еще более страстно мечтаем о том, чтобы с нею свидеться, первая стадия оказывается пройденной. В промежутке ничего не произошло, но вместо того, чтобы обсуждать удобство ресторана, мы обращаемся к той, которая уже представляет собой новую для нас личность, которая кажется нам некрасивой, но которая вызывает у нас желание, чтобы ей напоминали о нас каждое мгновение ее жизни. Мы обращаемся к ней, ничуть ее этим не удивляясь такими словами. Нам нужно будет преодолеть все препятствия, которые возникли между нашими сердцами. Вы уверены, что мы этого добьемся? Вы убеждены, что мы победим наших врагов, что у нас есть надежда на счастливое будущее? Но у нас таких разговоров сперва ни о чем, а потом намекающих на любовь не будет. В этом мне порукой письмо де Сен-Лу. Госпожа де Стер-Марья отдастся мне в первый же вечер. Стало быть, мне не придется вызывать Альбертину на худой конец, чтобы убить оставшееся время. Мне незачем будет ее звать. Робер никогда не говорит зря. В его письме все ясно. Альбертина почти не разговаривала со мной. Она чувствовала, что я чем-то озабочен. Мы прошлись по зеленоватому, словно подводному, гроту, который образовали высокие ветвистые деревья и в своде которого завывал ветер и шумел дождь. Я наступал на сухие листья, и они уходили в землю точно раковины. Тросточкой подбрасывал каштаны, колючие, как морские ежи. На ветвях последние свернувшиеся в трубочку листья тянулись за ветром, насколько им позволял черенок, а как только черенок обрывался, они падали и катились вдогонку за ветром понизу. Мне было отрадно представлять себе, что если такая погода продержится, то завтра остров покажется каким-то совсем уж нездешним и во всяком случае совершенно безлюдным. Мы сели в экипаж, и так как буря утихла, Альбертина попросила, чтобы я прокатил ее до Сен-Клу. В вышине ветер гнал облака, как по земле сухие листья, а перелетные вечера, розовые, зеленые и голубые краски которых, наложенные в небе одна на другую и являвшиеся взору как бы в коническом сечении, были готовы в любую минуту устремиться в страны с более мягким климатом. Чтобы получше рассмотреть мраморную богиню, а богиня совсем одна в большом, словно ей посвященном лесу, все куда-то рвалась со своего пьедестала, и яростные ее броски наполняли этот лес мифологическим ужасом, сочетавшим в себе животный страх и ужас священный. Альбертина поднялась на холмик, и я же остался ждать ее на дороге. Я смотрел на нее снизу, и она уже не полная, не округлая, как у меня на кровати несколько дней назад, когда крупнозернистое сложение ее шеи оказалось под лупой моих приблизившихся глаз, очеканная, тоненькая, она сама напоминала статуэтку, на которой сохранился налет бальбекских счастливых мгновений. Приехав домой и вспомнив, что катался с Альбертиной, что послезавтра я ужинаю в герцегине германской, что мне надо ответить на письмо Жильберте, и что трех этих женщин я любил, я сравнил нашу жизнь среди людей с мастерской художника, где полным-полно набросков, в которых мы одно время собирались выразить нашу потребность большой любви, но я не подумал о том, что иной раз, если только набросок не очень старый, мы возобновляем работу над ним, и создаем совсем другое произведение, может быть, даже более значительное, чем то, которое мы когда-то задумали. Когда я проснулся, был чудный холодный день, чувствовалось дыхание зимы, и правда, стояла поздняя осень, и вчера мы каким-то чудом обнаружили в уже облетевшем Булонском лесу несколько золотисто-зеленых сводов. Словно из окна донсьерской казармы я увидел плотный туман, белый, сплошной, весело висевший под лучами солнца, густой и сладкий, как патока. Солнце скоро спряталось, после полудня туман стал совсем почти непроницаемым, стемнело рано, я переоделся, но ехать было еще не время, я послал экипаж за госпожой Дестермарья. Чтобы не вынуждать ее непременно ехать вместе со мной, я решил остаться дома, я только послал с извозчиком записку, в которой просил разрешения за ней заехать. В ожидании ответа я лег на кровать и закрыл глаза, но тут же открыл. Над занавесками виднелась узенькая, постепенно меркнувшая каемка света. Мне было знакомо это ничем не занятое время, обширное преддверие наслаждения, темную упоительную пустоту, которого я опознавал в Бальбеке, когда лежа, как сейчас, один у себя в комнате, пока другие ужинали, я без сожаления следил за тем, как потухал за занавесками свет, следил, зная, что скоро, после короткой, будто полярной ночи, он еще ярче разгорится в свечении ревбеля. Я спрыгнул с кровати, повязал черный галстук, пригладил волосы, словом, сделал последние движения, при помощи которых в Бальбеке я приводил себя в запоздалый порядок, думая не о себе, но о женщинах, которых увижу в ревбеле, и заранее улыбаясь им в зеркало, стоявшее в углу моей комнаты. Движения, которые с тех пор так и остались для меня предвестниками веселья, с огнями и музыкой. Подобно таинственным знаком, они призывали его, более того, уже устраивали. Благодаря им я представлял его себе так же отчетливо, волшебством пьянящей вот щиты, наслаждался так же самозабвенно, как в июле в Комбре, когда, слушая, как стучит молотком упаковщик, наслаждался в прохладе моей темной комнаты, жарой и солнечным светом. Вот почему мне уже хотелось видеть совсем не госпожу Дестер-Марья. Теперь, когда я волей-неволей должен был провести с ней вечер, я бы предпочел, зная, что завтра приедут мои родители, чтобы этот вечер был у меня свободен и чтобы я имел возможность поискать ревбельских женщин. Я в последний раз вымыл руки, а вытирал их, прогулявшись от радости по всей квартире в темной столовой. Мне показалось, что двери столовой в переднюю открыты, и что в передней горит свет. На самом же деле дверь была закрыта, а то, что я принял за освещенный проем, представляло собой всего-навсего белое отражение моего полотенца в зеркале, которое пока прислонили к стене, а потом перед приездом мамы должны были поставить на место. Я припомнил все миражи, какие я обнаруживал у нас в квартире, и то были не только обман и зрение. В первые дни после нашего переезда я был уверен, что у соседки есть собака. Мне слышалось долгое, чем-то даже напоминавшее человеческий голос тявканье, а это был звук, который издавала труба в кухне, когда открывали кран. Дверь на лестницу, когда ее очень медленно приотворял сквозняк, исполняла обрывки полных неги и скорби музыкальных фраз, чередующихся в хоре пилигримов в конце увертюры к тангейзеру. Между прочим, после того, как я повесил полотенце на место, я опять услышал этот блестящий образец симфонической музыки. Раздался звонок, и я бросился в переднюю отворять дверь производщик, у которой привез мне ответ. Я думал, что он скажет «дама внизу» или «дама вас ждет». Но у него в руке было письмо. Сразу я не решился узнать, что пишет мне госпожа Дестер-Марья. Ведь, когда она взяла перо, она еще могла написать что-то другое, но теперь, оторвавшись от нее, ее ответ стал самой судьбой, которая совершала свой путь самостоятельно, и в которой она бессильно была что-либо изменить. Я попросил извозчика, хотя он и проклинал туман, немножко подождать внизу. Как только извозчик ушел, я распечатал письмо. На карточке Виконтесса Алиса Дестер-Марья, дама, которую я пригласил, написала «Я очень огорчена. Обстоятельства сложились так неблагоприятно, что я не смогу поужинать с вами в лесу на острове, а между тем это было бы для меня праздником. Напишу вам подробно из Тер-Марья. Сожалею, кланяюсь». Оглашенный ударом, я замер на месте. Карточка и конверт упали около моих ног. Так падает пыш у ног выстрелившего. Я поднял их, начал вчитываться в написанное. Она сообщает, что не может поужинать со мной в лесу на острове. Отсюда можно сделать вывод, что она могла бы поужинать со мной где-нибудь еще. Есть деликатность, я за ней не поеду, но понять ее можно именно так. Мысленно я уже четыре дня тому назад поселился на этом острове с госпожой Дестер-Марья, и теперь мне никакими силами не удавалось забыть про него. Мое желание непроизвольно продолжало лететь вниз по откосу, по которому оно спускалось уже столько часов. Ведь письмо было получено только что. Прошло еще слишком мало времени, чтобы я мог оказать ему противодействие. Инстинктивно я все еще собирался ехать. Так ученику, срезавшемуся на экзамене, хочется ответить еще на один вопрос. Наконец я взял себя в руки и пошел к Франсуазе попросить ее расплатиться с извозчиком. В коридоре я ее не нашел, а в столовой мои шаги перестали стучать по паркету, они заглохли в тишине. От этой тишины, пока я не понял, в чем дело, у меня возникло ощущение, как будто мне нечем дышать, как будто меня заточили. Это были ковры, их начали прибивать к приезду моих родителей, и они бывают так красиво веселым утром, когда среди их бестолочи солнце ждет вас, как друг, зашедший за вами, чтобы вместе поехать за город и там позавтракать. А теперь они служили знаком того, что началось оборудование зимней тюрьмы, откуда, раз я живу и столуюсь с родными, я уже не смогу выходить, когда мне угодно. «Смотрите, сударь, не упадите, они еще не прибиты», крикнула мне Франсуаза. «Зря огонь не зажгла, ведь уж конец сентября, хорошие денечки, тю-тю». Да, скоро зима, в углу окна точно на стеклянной посуде галле прожилка затверделого снега, а на Елисейских полях вместо девушек только одни воробьи. Галле Эмиль 1846-1904 годы французский художник, наиболее известный своими росписями по стеклу. Я был в отчаянии, что не увижу госпожу Достельмарья, и отчаяние мое еще усиливалось от того, что по ее письму можно было предположить, что меж тем, как я с воскресенья все время жил мечтой о встрече с ней, она, наверное, ни разу обо мне не вспомнила. Потом я узнал, что она имела глупость выйти замуж по любви за молодого человека, с которым она, по всей вероятности, уже тогда встречалась, из-за которого, конечно, забыла о моем приглашении. Ведь если бы она о нем вспомнила, она, понятно, не дожидаясь экипажа, который я, кстати сказать, по нашему уговору не должен был бы за ней посылать, известила бы меня, что занята. Думы о свидании на туманном острове с девушкой из рыцарских времен проложили мне дорогу к еще не существовавшей любви. Теперь разочарование, гнев, безумное желание поймать ту, что от меня упорхнуло, могли при помощи моей мечтательности укрепить эту возможную любовь, которую, пока еще не торопясь, представляло мне только лишь воображение. Сколько в нашей памяти, а еще больше в нашей забывчивости, сохраняется самых разных девичьих и женских лиц, которые мы приукрасили и которые возбудили в нас страстное желание еще раз увидеть их, только потому, что в последнюю минуту они от нас скрылись. Что касается госпожи Дестер-Марья, то здесь было с моей стороны нечто больше, и мне теперь достаточно было, чтобы полюбить ее, снова ее увидеть и обновить яркие, но слишком мимолетные впечатления, которые без встречи не задержались бы в памяти. Судьба судила иначе, мы с ней не увиделись, не ее я любил, но мог бы полюбить и ее. И, может быть, отчасти потому таким мучительным для меня оказалось то большое чувство, которое скоро во мне родится, что я вспоминал этот вечер и убеждал себя, что если бы обстоятельства сложились тогда чуть-чуть не так, мое чувство устремилось бы к госпоже Дестер-Марья. Перенесенное на ту, что вызвало его во мне немного позже, оно, значит, не было, как мне не хотелось, как не сильна была у меня потребность в это верить, совершенно необходимым и предопределенным. Франсуаза оставила меня в столовой одного и сказала, чтобы я шел в другую комнату, пока она не зажжет свет. Она намеревалась зажечь свет перед ужином. Мое тюремное заключение начиналось еще до приезда моих родителей с сегодняшнего вечера. Я бросил взгляд на лежавшую буфета высоченную груду свернутых ковров и, уткнувшись в нее, глотая слезы и пыль, сыпавшуюся на меня, так что я был похож на одного из тех евреев, что в дни скорби посыпали голову пеплом, разрыдался. Я дрожал не только от того, что в комнате было холодно, но еще и от того, что причиной резкого понижения температуры с его опасностью и, надо сознаться со слегка приятным ощущением, какое оно вызывает мы не в силах бороться, являются иногда слезы, капля за каплей льющиеся из наших глаз подобно мелкому, прохватывающему холодному дождю, которому, как нам кажется, не будет конца. Вдруг я услышал голос. Можно войти? Франсуаза сказала, что ты, наверное, в столовой. Не пойти ли нам с тобой куда-нибудь поужинать? Только если тебе это не вредно для здоровья, а то ведь на улице такой туман, хоть ножом его режь. Это был приехавший утром, хотя я был уверен, что он еще в Марокко или в море, Робер де Сенлу. Я писал уже о том, и помог мне это осознать в Бальбеке, конечно, сам того не желая никто иной, как Робер де Сенлу, что я думаю о дружбе. На мой взгляд, это что-то до такой степени ничтожное, что мне просто непонятна наивность людей-неглупых вроде Ницше, усматривающих в ней определенную интеллектуальную ценность и порывающих дружеские отношения, если с ними не связывалось уважение к интеллекту. Да, меня всегда удивлял этот человек, в своей прямоте доходивший до того, что, желая быть честным перед самим собой до конца, отвергал музыку Вагнера и в то же время воображавший, будто истина может быть выражена таким по самой своей природе ненадежным и неверно отражающим ее способом, как поведение вообще и дружба в частности, видевший какой-то смысл в том, чтобы бросить работу, пойти к другу и вместе с ним поплакать, потому что до них донесся слух, впоследствии оказавшийся ложным о пожаре в Лувре. Я еще в Бальбеке находил удовольствие в том, чтобы, развлекаясь с девушками, строить свои отношения с ними на основе менее губительной для духовной жизни, чем дружба, на основе, которая, хоть по крайней мере, ей чужда, тогда как все усилия дружбы направлены к тому, чтобы заставить нас пожертвовать единственно реальной и невыразимой, а если и выразимой, то лишь средствами искусства, частью нас самих ради нашего поверхностного Я. И вот это поверхностное Я, в отличие от другого, не находя счастья в себе самом, безотчетно умиляется, когда чувствует, что его поддерживают внешние силы, когда ему оказывает гостеприимство чья-то другая индивидуальность, где в восторге от оказанного покровительства оно платит за свое блаженство тем, что все озаряет лучами одобрения и восхищается достоинствами, которые в себе самом оно сочло бы недостатками и постаралось бы их исправить. Впрочем, хулители дружбы могут без самообольщения, но и не без угрызений совести, быть лучшими друзьями на свете. Так художник, вынашивающий великое произведение искусства и сознающий, что его долг жить для работы над ним, все же, чтобы не показаться или чтобы не стать эгоистом, посвящает свою жизнь какому-нибудь бесполезному делу. И это с его стороны тем более доблестно, что в причинах, по которым он предпочел бы не посвящать этому делу свою жизнь, начисто отсутствует корысть. Но как бы я ни смотрел на дружбу, даже если иметь в виду, что она доставляла мне радость до того скудную, что скорее это напоминало нечто среднее между усталостью и скукой, то ведь нет такого отравного питья, которое в иную минуту не становится драгоценным и животворным, ибо оно подстегивает нас. А нам именно это сейчас необходимо, ибо оно согревает нас, а сами себя согреть мы сейчас не в состоянии. Спасибо за субтитры DimaTorzok Продолжение следует...